Привет, друзья! Сегодня у нас среда, но я решила, что в эту среду мы сделаем проверку работ. Поэтому, прошу прощения за задержку, листало там столько работ вы нарисовали. Очень много, очень круто за это время. Не виделись мы с вами недельку, и я, конечно, тоже скучала. Но не скучала в плане работы, потому что рисовала новые марафоны, чтобы было у нас... Вот голову помыла. Всё пушится. Так, да, напишите, как меня слышно-видно. Всё ли хорошо? Добрый день, Екатерина. Всем добрый день. Подходит у нас к концу год, и подходит к концу четвёртый сезон Невредных Советов. Вот. Андрей, всем привет. Привет. Так. И... Вы огромные молодцы, все те, кто работали по этому эфиру, по этим эфирам. И завтра у нас будет последний в этом сезоне. Но мы... Но я, если сегодня не успею допроверить, то ещё сделаю один эфир по проверке. Так, всем, да, привет. Но, видимо, меня слышно-видно, потому что... Вот. Этому я очень рада. И хочу вас всех поблагодарить, кто будет смотреть сейчас в эфире, кто смотрит после, что все вы, кто работаете по четвёртому сезону, огромные молодцы. Потому что я понимаю, я очень вами горжусь. Я понимаю, насколько это был непростой такой марафон творческий. Но он был очень-очень важный. Мамуль, привет. Мама у меня смотрит тоже. Вот. Он очень важный для своей личной практики. Я думаю, что те, кто работали, поняли, насколько изменились даже в процессе работы. Это очень видно вот в группе. Потому что я просто смотрю даже по человеку, какие работы были в начале и какие они самостоятельные стали в конце. То есть то, что я говорила, я вас не обманула. Те, кто дошли до конца, прокачали прям своё творчество самостоятельное, создали собственную копилку образов. И в эту копилку добавили свои индивидуальные образы. То есть вот этот большой шаг к уже собственному чему-то сделали. Потому что, безусловно, мастер-классы и всё, что по акварели, это уже специфическая область. Туда, куда можно развиваться и добавлять какие-то знания. Там уже есть свои тонкости. И я всегда переживала, знаете, что у меня есть столько тонкостей по акварели, которые я хочу рассказать. Но они все разбиваются о самые простые банальные вещи. О тон, о построении, о форму. То есть когда человек вот этот момент не прорабатывает, то я ему там про высшую математику, про какие-то сложные акварельные, химические, физические зависимости рассказываю. И получается, что я не могу донести, не могу передать вам качественно те знания, которые у меня есть. И благодаря именно вот этому бесплатному курсу, он и для меня очень важен. Потому что благодаря нему я понимаю, насколько прокачиваются знания в сфере таких важных вещей, как форма, тон, а уже специфика, материалы, акварель, я даю уже ее непосредственно сейчас в школе. И ArtCustiveSchool, кто еще не там присоединяйтесь, у нас тоже очень душевно и весело. Там классные чаты по каждому из курсов. Мы обмениваемся, я везде отвечаю. Вот. Добрый день, Елена. Всем привет. И сейчас стартует уже, вот, можно приобрести марафон на новогодние каникулы, так скажем. Если вы в новогодние успевать не будете, то его можно приобрести на постоянный доступ. Там четыре больших акварельных урока. Свет и тень. И там мы разбираем как раз вот эти тонкости именно в акварели. Тонкости того, как работать с гранулирующими красками. Как работать смело с заливками. Мне хотелось разобрать свет и тень. И это очень важно, потому что эффектные пейзажи контрсветовые. Но мы не знаем, что делать, когда у нас вот столько света и вот столько тени. Вот. И там это как раз все будет. Да, он такой, знаете, не новогодний. Но мне кажется, новогодние... Ну, то есть, сейчас куча есть художников, которые делают это классно. И классных других новогодних марафонов у вас будет вот так вот. Вот. А эти работы пригодятся вам не только во время Нового года, а пригодятся нам во время всего вообще. То есть, это не то, что вот вы новогодние нарисовали с елочкой. Ну, вот, окей, прошел Новый год, в феврале-то куда эту работу девать в марте. Да, это прекрасно в моменте, но как бы и здесь я хотела, чтобы знания были вот на таких более... Поэтому он такой, знаете, анти-новогодний. Ну, вот как получилось. Вот. Ничего не имею против. Но при этом очень дружественный и теплый будет, я уверена. Потому что будем рисовать все вместе. Первый урок 1 января – это вызов. Я считаю... Ну, опять, вот, знаете, у меня самое лучшее мое 1 января на протяжении всех лет – это всегда рисование. Я понимаю, что если кто-то бурно отмечает Новый год, ну, к сожалению, я... Ну, или к счастью, я не отмечаю так бурно. Вот. Поэтому 1 января мне очень нравится, когда есть возможность выйти куда-то, прогуляться на каток, как-то побыть с домашними, послушать что-то интересное. Он открывается 1 января, но это не значит, что нужно выполнять его 1 января. То есть с 1 по 16. Они будут открываться просто последовательно. Кто-то захочет прям первого сделать челлендж. Но они все откроются уже к 8 числу, к Рождеству. И еще неделю будут все открыты для всех, кто на 2 недели. Вы можете выполнить их за, там, последнюю неделю. То есть это не значит, что надо садиться 1 января. Тут по желанию, друзья. Вот. Давайте воспринимать вещи не буквально. Давайте будем немножко с юмором. Вот. Поэтому, конечно же, можно купить за 1990, он у вас будет вообще навсегда. И ничего нигде, никуда не денется. Вот. Места с проверкой, к сожалению, закончились. Их было 15. Их было немного. Но это такая суровая проверка. Вот. Поэтому в следующие марафоны обязательно присоединяйтесь. Тоже места с проверкой, где я курирую учеников, очень студентов ответственно. Вот. И мы мучаемся. Шучу. Но прям прорабатываем работы. И вот по курсу с каплями я прям вижу, насколько самостоятельные результаты качественные. Это греет мне душу. Это прям вот сильно. Потому что на самостоятельной работе почти никто даже не выбрал мои референсы. А если выбирал мои референсы, которые я там предложила, то миксовал их со своими. То есть здесь по большей части я прям видела вот эту самостоятельную работу. Я прям видела, как я понял, как рисовать капли. Я понял, как это делать, чтобы теперь мог это сделать сам. Это самое главное. Это то, что я хочу передавать. Тем на самом деле очень много. Тонкостей много. Никогда они, наверное, не закончатся. Если закончатся, будем с вами что-то другое постигать. В общем-то, это очень интересно. И самое главное, что это приносит результаты. Потому что процесс, он супер важен. Если процесс не нравится, то не стоит. Но когда есть еще и качественный результат, то это, конечно же, очень классно во всех смыслах. Потому что мы вот его действительно осязаем. Сейчас будем смотреть работы. Я могу сказать, там прям вот видно. Я, знаете, сейчас сидела, как раз на 5 минут опоздала в эфир. Я пролистывала работы с сегодняшнего дня до 29 октября, где я остановилась на проверке работ. И это просто вообще... Вот вы сами даже, кто в чате, пролистайте наверх. Вы увидите разницу. Очень круто. В машине до последнего не использую дворники, чтобы капли рассмотреть. Рекомендую. Совет. Не знаю, правда. Значит, я тут села в такси. И вот как раз, кто на телеграм мой канал подписан, там есть фотки, которые я сделала. Это было такси. И, видимо, оно было с мойки. Потому что обрабатывают определенным составом. Так бывает, и вот кто рисовал курс капли, я там привожу пример с самолетами. То есть капельки такие почти округлые, почти идеальные. И вот после мойки получается вот этот вот состав. Может быть масляный, может быть еще какой-то. И вот там прям капли. Прям они вот... Они не скатываются вниз, они прям остаются. И я прям этому таксисту говорю, о боже, как у вас красиво. Вот. И ехала. Ну, на самом деле ехала, снимала все. Он так на меня поглядывал, как немного на эту сумасшедшую. То есть я там 20 минут до местного назначения. Я, значит, снимала все время все эти капли. Это было очень круто. И поэтому, может быть, вам этот лайфхак пригодится. То, что обычно после мойки, видимо, какой-то состав остается на стеклах на машине, который... Ну, как раз это обычно масло, то есть что-то такое. Или как бы какие-то протирки, которые поверхностное натяжение делают другим. И капли уже скатываются в шарики. Они стекают вниз. И это очень круто. Вот. Так что... Ну, всегда можете найти у меня фотографии на канале. Ну, что ж. Да, мы как раз все собрались потихоньку. Все, кто сегодня будет в эфире. Вот. И еще раз скажу. Вы, конечно, герои. Но те, кто не доделал. Четвертый сезон, собственно, как и все мои три предыдущих сезона. Это бесплатные уроки, которые есть и в группе ВК, которые есть на моем YouTube-канале. Которые вы можете смотреть, когда вам будет удобно. Это очень большая, важная для вас индивидуальная работа. Которые, конечно же, есть сезоны более акварельные. В третьем сезоне мы прорабатываем. Там, например, он связан одной такой, ну, темой важных моментов. То есть там форма тоже, тон, цвет тени. Вот это вот прям очень важное на примерах. А здесь у нас такая общая тема сезона. Это как раз работа с тоном именно в графике. Потому что я посчитала, что это прям очень нужно. И, в принципе, не прогадала, потому что вижу ваши работы. Добрый день, Настя. Очень рада видеть вас в эфире. Спасибо большое. Мне вообще очень приятно, когда вы пишете мне. Я все читаю, стараюсь отвечать. Несмотря на то, что у меня команда есть, которая мне помогает с ответами на почтах. Вот, я сама отвечаю. То есть мой свой профиль и здесь, и телеграм, и в группе ВК я отвечаю сама. И поэтому даже можете не сомневаться, вы там общаетесь со мной. Обожаю технорей, поверхностное натяжение музыка. Мы на одной волне. Да-да-да-да-да-да. Ну, я иногда даже стараюсь это, знаете, потому что я могу на специфических терминах разговаривать. И я понимаю, что, ну, иногда сложно. Но если они важны, то я стараюсь их использовать. Вот, а так-то, конечно, я тут, кто видел сторис у меня, видел, что я тут объясняла накануне, вот, любимому своему человеку про фрезы, фрезерование шлицевых соединений и зубчатых, и про эвольвенты, и про все на свете. Вот, и мы просто, там был такой сложный спор, и мы, в общем, в итоге очень интересно это обсуждали. Так что, в целом, все, что вы делаете, оно, собственно, всегда с вами. Поэтому не отрицайте это в себе. Даже если вы раньше занимались чем-то другим, а сегодня вот еще чем-то, это вас обогащает, а не забирает ваши ресурсы и так далее. То есть, все, что есть сейчас, благодаря тому, через что и что вы прошли, да, на протяжении какого-то времени. Поэтому я вообще не то, что не жалею, благодаря моему техническому опыту, это позволяет мне структурировать так, как я структурирую для вас сейчас. То есть, именно благодаря, там, Бауманскому университету это помогает мне объяснять так, как я объясняю сейчас. Потому что нас научили учиться, нас научили задавать вопросы, почему, и копаться до самых глубин ответов. Вот. И это то, что мы сейчас с вами делаем. Поэтому, на самом деле, это просто структура и логика. Логика и память. Это ум. Вот. Когда мы можем что-то сделать, не зная, не помня, вывести логически одно из другого по похожести, либо мы можем что-то запоминать. То есть, квинтэссенция этих двух вещей как раз и складывает такой... Ну, там есть еще много других, но вот эти такие базовые, как мне кажется. Да. Добрый вечер, добрый день, доброе утро. Кто-то пишет доброе утро, кто-то пишет добрый день, кто-то пишет добрый вечер. В общем, у всех разное время. Все равно добрый. Вот. Так что, да, всем привет. Ну что ж, будем проверять работы с вами, а то точно никогда не закончим. Так, сейчас я перенастроюсь немножко на то, чтобы у нас все снималось и мы все увидели. Так. Кто-то. Поэтому подождите минутку, мы настроимся и все пойдет как по маслу. Так. Ну, собственно, вот мы видим. Я думаю, что здесь хорошо видно. Да. Вот мы где-то на 29 числе остановились. Сейчас давайте я что-нибудь открою, посмотрим, как видно. А, отлично. Все видно. В принципе, все понятно. Да? Надеюсь. Все. Хорошо. Хорошо. Итак. Елена Владимировна, вас хочу поблагодарить. Вижу, что вы прям до конца с нами работаете. Это очень круто. Вот. Поэтому сразу скажу, друзья, я могу сейчас проверить не все работы. То есть я буду пролистывать и какой-то определенный на свой взгляд буду выбирать. То есть там, где, мне кажется, ошибки либо какие-то элементы. Пожалуйста, не пишите мне после, что вот вы все работы проверили, а мою пропустили. Во-первых, это не со зла. Во-вторых, значит, ну, так бывает. Я не могу все-все-все-все работы проверить. Скорее всего, ваша работа похожа на какую-то соседнюю. Ищите аналоги. Вот. Поэтому это не значит, что я вот специально так вот эти работы я буду проверять. А вот эту работу обойду-ка я стороной. Вот. Потому что, ну, вот, серьезно. Мне неважно, я отношусь к этому как к вашим общим работам. Общим таким для меня. Поэтому я, конечно, кого-то запоминаю. Но в целом у меня нету любимчиков, чтобы вот чьи-то работы я смотрела, а чьи-то нет. И так далее. Значит, давайте смотреть. Вот тут вот основная ошибка – это маленький размер головы. То есть голова у нас здесь получается меньше, чем 1 восьмая от тела. Из-за этого пропорция она слишком круглая. То есть у нас здесь голова шарик. А мы с вами на уроке с людьми изучали, что это голова овал. То есть она здесь шарик. И это нам портит. Хотя силуэты в целом классные. То же самое вот и здесь. Хотя вот когда вы рисуете таких более упрощенных, ну такая прикольная стилистика. Это имеет место быть. Не нужно вокруг них оставлять светящийся контур света. Можете прям доходить до границы. Не нужно, чтобы подсвечивался. Я понимаю, что когда это контур свет, то так может быть, но не обязательно. Значит, это самое важное. Так, давайте сейчас как-то мы далее идем. Так, Ольга. Вот такие. Вообще у нас классные люди получились. Вот здесь вот чуть-чуть сам молодой человек. Вы пытались его руку дотянуть. Вот. И дотягивали ее. Но из-за этого вот здесь форма, да, у него нарушилась что-то у него с плечом. Хотя вот девушка прекрасная. Мне больше всего нравится вот эта часть. С нее вы явно начинали. И здесь понятно. Темное, светлое, светлое, темное. Это хорошо. Можно чуть даже еще больше попрактиковаться. Так. Как-то у меня немножко тормозит. Ну, ладно. Так. Света Махина. Вижу, у вас классицизм тут начался. Чуть-чуть сильно расширили кверху колонны. Получилось немножко такой, ну, более детский вариант из-за этого. Хотя если бы... Они действительно конусные. Но чуть-чуть прямее будут. Вот. И тогда будет все естественно. Очень нравится здесь вот тень хорошо. Вот тут вот лишняя эта линия. Либо она вообще не нужна, либо здесь должен быть тон вот как тут. То есть всегда разбираться. Либо темнее, либо светлее. Никогда не будет линий вокруг предмета. Будет либо темное, либо светлое. Я думаю, что те, кто уже это знает. Светлана. Вот. Вы много нарисовали людей. Здесь прям советую, можно взять какую-то еще дополнительную, вот после того, как мы тон прокачали, книжку по анатомии. Например, Николая Ли можно. И порисовать прям. Там у него много по человеку. Очень хорошие книжки. Так. Екатерина. Первые люди. Хорошие. Вот мне нравится одиннадцатая женщина. Мне нравится вот семнадцатый, шестнадцатый хороший. Здесь вот я вижу сверху. Сверху немножко будет более сложный ракурс. Вот, в принципе, три-четыре такие забавные. Тоже старайтесь везде соизмерять, что у нас одна восьмая от тела голова. Вот там, где пропорция попадает, все хорошо. Тут почему-то голова круглая. Как будто бы другой человек рисовал, да. То есть сразу вот есть это ощущение. Вот опять голова-шарик, да. Голова-шарик у нас не должна быть. Она все-таки более вытянутая. Вот как здесь, как здесь, как здесь. У этих ребят все хорошо. То есть за этим моментом следите. Так. О. Виктор, привет. Вижу, поглядываю в экран. Вижу, кто у меня присоединяется. Так. Давайте дальше смотреть, что у нас. У нас сегодня много вообще задач. Вот здесь вот классно. Елена тоже было задание посмотреть художников. Вот. Вообще Танцуозмен – это очень хороший турецкий художник. Один из очень известных турецких художников. Посмотрите его тоже. У него действительно интересные люди. И вот это как раз интерпретация упрощения человека. Она хорошая. Пожалуйста, тоже посмотрите. Поэтому полезно. Очень изучать. Так. Что же у нас сегодня немножко подтормаживает? Так. Вот. Светлана. Тоже здесь вот момент, я думаю, понятен. Не оставляем. Это, кстати, ко всем. То есть, если вы выбрали человек темный, то зачем тон-то вокруг него весь нужен фон? Не нужен. По сути, фон нужен только рядом с белым лицом. А так вот этот вот светящийся элемент, обходящий, да, он нам совершенно не нужен. То есть, здесь у нас либо с вами… Сейчас я найду какой-нибудь кран нашу, буду тыкать в экран. У нас либо с вами здесь темное, а к темному не нужен никакой фон. Фон будет светлее, иначе у нас вот такой контур. То есть, у нас здесь только с вами фон, например, может подчеркивать блеск на волосах и лицо. Остальное будет более светлое, иначе получается, что у нас все сливается. То есть, как бы смысла в этом нету. Всегда спрашивайте, задавайте себе вопрос, зачем мне этот фон? Фон не должен быть просто так, фон что-то подчеркивает. Так, Оксана. Оксана, значит, у нас люди, такая необычная женщина. Вот здесь вот, когда появляются очки, сразу у нас что-то уже на лице тут появляется. Это нам не надо. Значит, важный момент, ножки получились короткие. Вот этот вот пропорциональный человек, а здесь мы вверх-вверх рисовали. И это, я могу предположить, что она, может быть, неправильно себе одежду подобрала, но давайте мы ответственность себя снимать не будем. Поэтому все-таки у нас торс у женщин короче. И если у мужчин действительно торс большой, и вот здесь вот заканчивается, то у нас короче, если это женщина, просто все, будет талия гораздо выше. И тем самым мы подчеркиваем, а то у нас такой не совсем женщина. Вот. Вот эти вот хорошие, только сидите к листу развернутые, из-за этого вертикали заваливаются. То есть, видите, первые начали нормально. Далее они у вас начали падать. Просто по той причине, что вы, ну, мы все этим грешим, мы все под наклоном учились писать в первом классе, и нас этот паттерн вообще не покидает к нашему ужасу. Так что, в целом, вот тоже не должно быть бесхозной линии, нету линии, здесь нету линии. Тогда должен быть, как только вы рисуете здесь линию, значит, здесь что-то будет темное, подчеркивающее этот цвет и так далее. Иначе, опять, они у нас просто вырезаны из ниоткуда. Бесхозная линия. Я думаю, что уже этот момент понятен. Я по нему дополнительно прохожусь, потому что кто-то будет смотреть параллельно. Но важно. Значит, Ольга, здесь важный момент. Да, действительно, ноги идут в одну точечку. Но вот у этого мужчины они как-то, знаете, естественным образом идут. А тут ощущение такой, знаете, капельки. То есть, они прямо просто все-таки здесь есть просвет, и все-таки есть какая-то ширина. То есть, вот, более естественный. Вот, естественный. А, вот, я не показала. А вот эти не совсем, да, у нас такие. И вот тут в данном случае пропорция тоже больше 1,8. Поэтому вот у этих ближних хорошо. А тут все-таки старайтесь. И обязательно им какую-то тень давайте. Тень, отражение. Что-то такое. Так, сейчас половина из эфира выйдет. Скучно у меня будет смотреть. Ладно, ладно. Кому надо, тот смотрит. Так, Оксана. Здесь, кстати... Ну, я вижу, что у вас опыт со скетчингом есть. Вот эти, кстати, классные мне нравятся. Вот. Но здесь задача была немножко другая. Как раз не работать по скетчингу. Потому что это бесхозные линии. Мы работаем с тоном. Мы не работаем просто с линией. То есть, я вам рекомендую пересмотреть с первого урока какие-то моменты. Либо вот внимательно. Потому что попробуйте. Попробуйте писать, рисовать по-другому. То есть, естественно, у вас никто знание, одни знания, другие не затрут. У вас останется и скетчинг с линией. И наполнится еще и работа с тоном. У вас просто расширится. Почему у нас все время какое-то странное ощущение. Как будто, если я буду вот это, то я вот это забуду. И все такое. Это неправда вообще. Абсолютно. Вот. Поэтому просто вот этот вот момент с линией очень сильно мешает в акварели. Потому что мы не понимаем. Мы вот так эту линию и оставляем. А у нас в живописи нету границ у объектов. У нас есть разница в тоне. Какой-то объект светлый, какой-то объект темный. Это разные вообще техники. Это, ну... И поэтому работа с тоном очень сильно помогает нам. Поэтому дальше я даже здесь не проверю. Потому что это вот ошибка. И еще важная ошибка. Люди, когда идут, они головы на уровне... Пожалуйста, пересмотрите эфир. Потому что у меня есть ощущение, что вы меня не слушали. Вот. Такой момент. Ну, с деревьями тоже. Кстати, вот здесь вот с деревьями мы потом будем. Важный момент. У нас ветки не брошены. Они к чему-то прикреплены. Всегда место стыка будет самым главным. А так, как будто бы дерево дернул разряд тока. Вот. Нет, они к чему-то прикреплены. То есть вот это дерево, эта-то часть классная. То есть здесь есть связи. А дальше-то ветки. Они тоже. И эта узловая точка будет самая основная всегда. Так. Далее смотрим. Пока ручкой. Если вы рисуете даже на одном листе, вот опять же, смотрите, чтобы головы были на одном уровне. Елена Крупнова тоже пересмотрите, пожалуйста. То есть если люди идут, и вы смотрите на них сверху, ну как бы так может быть. Но давайте мы с вами будем сначала изучать то, что... Самый простой способ. Потому что в 99% вы фотографируете, идете, фоткаете со своего роста. И потом рисуете, эти же референсы используете. Ну то есть там есть этот 1%, когда мы забрались куда-то на башню и фотографируем людей сверху. Но давайте начинать с каких-то базовых вещей. Поэтому я здесь буду говорить, что все-таки... И вот это понимание, когда головы на одной высоте, оно очень нам помогает. Подбирайте референсы относительно этого знания для начала. То есть начинаем с этого. Естественно, потом можно усложнять. Но как бы иначе просто путаница какая-то, понимаете? Так, Елена Лодки. Значит, да, разбавлю ваших прекрасных людей своими яхтами. Значит, тоже здесь основной вопрос, как и всем, зачем нам фон? То есть и опять нету недостаточно карандаша, то есть мягкости карандаша, чтобы набрать естественный тон. А еще очень важно, что любое отражение идет по зеркалу. Оно так и называется зеркальное отражение. То есть если вы к зеркалу поставите... Вот здесь зеркало, представьте. Вы поставите к нему такую линию. Как отразится она? В обратную сторону, правильно? А не будет себя продолжать. Поэтому даже при таком наклоне бывают исключения по ощущениям. Потому что, например, фотографии в миллисекунды, когда еще буквально там волны качались и в этот момент наклонилось, все это задребезжало в отражении. И непонятно, то ли оно наклоняется влево, то ли оно наклоняется вправо. Вот. Настя Ермакова, привет. Очень приятно. Вот. И поэтому такое может быть. Но давайте все-таки понимать, куда у нас отражение идет. То есть тень у нас будет лежать на поверхности, отражение у нас идет вертикально-зеркально. Оно вот туда наклоняться не будет уходить. Это нарушение здесь у нас получается. И опять, задача-то какая была? Просто нарисовать яхту, хотя бы разобраться с ней по тону. Вот вы здесь не разобрались. У нас получается опять бесхозная линия у паруса. Так парус темнее или светлее, чем небо? Всегда. Вот здесь вот хорошо. Здесь нет бесхозной линии. И сразу понятно. То есть этой линии нет. У нас светлый парус, темное небо. Темный парус, небо светлее. Вот. А тут вот как раз, то есть поленились, не разобрались. Лучше сделать одно качественно, чем 15 некачественно. Поэтому идем. Все молодцы, сразу говорю. Я критикую, но это только для общей работы. А то, что все молодцы, я вас уже похвалила. Вот здесь, да, ластики классные, кстати. Вот. Не рисуйте, пожалуйста, вот этих микроскопических людей. Судя по блокноту, вижу, что он вообще А7 или А8. Как можно какую-то форму ловить на этом? Тут под лупой не рассмотреть. Поэтому и пропорции не получаются. Ирина, рисуйте на большем формате, пожалуйста. Вот. Моя личная просьба. Говорю ее в каждом эфире. И у нас немножко... Но я вижу, вижу, что уже пошло. И мы там все-таки ощущаем, что надо брать правильный формат. Вот. Кстати, Марина, вы огромная молодец. У вас тоже прям такой прогресс. Несмотря на то, что видно, что у вас есть практика. И она была. Все равно внутри курса вижу изменения. Особенно в упрощении. Вот здесь классно. Можно было бы, например, вообще не выделять темные, а увести все в общий тон. То есть вот дать еще более темный тон, потому что здесь свет, а внизу более темный. То есть вот эта часть хорошая, а тут слишком контрастно. То есть вы хотели как раз упростить. Вижу, ластиком убирали. Можно просто было бы затонировать и белый цвет. Ну, то есть условно светлые стены здесь в какой-то тон. Тогда бы было еще больше подчеркнута вот эта зона. Так, давайте. Буду такой хороший ритм брать, иначе мы тоже опять на 10 дней здесь останемся. Так, да, в первом сезоне тут ссылка на меня же. Это приятно. Так, 50 людей. Страдаю из лишней детализации. Ну, кстати, могу сказать, что у вас, Екатерина, вот в данном случае очень хорошая какая-то своя такая стилизация. Вы хотя бы здесь лица им не рисуете, и как бы есть вот эта динамика. То есть я по людям вижу, что есть динамика. Кое-где они, конечно, падают, не стоят стабильно, но это мелочи. Большая часть людей очень качественно, хорошо сделана. То есть есть как бы какой-то даже у них общий образ. То есть по пропорциям основные, да. Когда рисуете мужчин тоже, смотрите, пожалуйста, вот этот, например, завалился. То есть вот этот упал. То есть мы смотрим, чтобы все-таки вот как у женщины, да. У нас была какая-то опорная нога. Либо две, либо одна. Посмотрите обязательно про опорные. Вот здесь вот мужчина у нас идет. Понятно, что он идет, стоит. Эти тоже женщины. Вот эти. А вот это называется нестабильная поза. Когда у нас, если мы проведем вертикальную линию через голову человека, то у него либо там одна нога стоит, но как-то вот она оторвана. Когда человек стоит на двух ногах, они, как правило, обе не будут у него на… Он переносит вес с одной на другую. Тем самым они практически не будут на линии, проходящей через голову, да, вот на нашей вертикали. Вот как здесь. То есть вертикаль вот тут. Даже если фронтально, то здесь будет более опорная нога. И посмотрите по плечам. Этот вот момент я в эфире проговаривала. То есть как тогда будет наклон корпуса, чтобы он был в противовес относительно опоры. Вот здесь там, например, это плюс-минус видно. Тогда мы сразу на самом деле видим по ощущениям стабильная поза или нет. Так. Светлана, вы очень некроскопических всех людей рисуете. И опять у нас бесхозные линии. Ну вот у него светлые штаны. Что значит? Либо рисуйте темные штаны, либо рядом рисуйте тень. Потому что в этом весь смысл. У нас не бывает света с контуром. Иначе у нас все мультяшные персонажи. С людьми точно так же, как и с лодками, и со всем остальным. Я в этом курсе в целом хотела вам показать, что нет разницы. Человек, архитектурный элемент, какой-то лодка, там, не знаю, что-то дерево. Все одинаково работает по тону. Потому что были вопросы про то, как, а что, и лавочка тоже, и фонарь, и человек, и все по линейной перспективе идет. Это был очень милый вопрос, на мой взгляд. Потому что, да, все подчиняется линейной перспективе. Да, здесь очень какой-то забавный персонаж получился, интересно. Но в целом, вот тоже лодочка хорошо. Работайте с тоном, переводите обязательно в черно-белые. Вот здесь, где начали, видимо, с этой части работать, вижу, что проработано. Даже вот прям смотрю и вижу реализм вот в этой зоне. А вот тут не вижу. Почему? Потому что, значит, с тоном что-то не так. Вот когда вы, обратите свое внимание все на это, Вы, когда отложили работу, посмотрели на нее на следующий день. Всегда есть, если есть участок, на который вы смотрите, такие, Ба, прям круто, реалистично. Значит, там все хорошо с формой и тоном. А есть, куда вы смотрите, но тут что-то не получилось. Как правило, значит, вы там с тоном не проработали. То есть здесь, значит, скорее всего, судя по тому, что свет сверху, здесь будет гораздо темнее, кранец будет подчеркнут. Вот все это будет в тени, он не будет такой светлый в отражении. То есть вот поэтому здесь прям реализм, круто-круто. А вот тут вот мы не доработали, не доделали. И в этом-то вся и проблема. Терпения не хватило, усидчивости нам не хватает. И мы бросаем на самом интересном месте. Поэтому не бросаем. Так, да, здесь тоже. Вот лучше, Светлана, вы огромная молодец, вы одна из тех, кто прям работает-работает. Но прям не спешите, пусть поменьше, но вот будет повнимательнее. Вот здесь копии людей от художников. Копии классные, кстати. Вот тоже можно сравнить, вот как увидели, как здесь, здесь, здесь. У кого-то более такие полноценные ноги, у кого-то вообще с точечками, да. У кого-то там вот такие кривенькие, косенькие. Вот, но при этом пропорция сохраняется. При этом тело, оно крупное, талии не видно. И это важный момент, который я отмечала в эфире. Обязательно его тоже посмотрите. Давайте дальше. Наталья Каспарян, вы большая молодец. Я здесь долго останавливаться не буду. Все хорошо. Вижу даже сразу, и у вас, скорее всего, есть опыт в графике. Какой-то худ. Вот, поэтому вы большая молодец. Восстанавливаете, видимо. Вот здесь немножко у нас получился перекос. Вот в этой зоне тоже по ощущениям. Ну, это просто, наверное, погрешность, я думаю, когда рисовали. В процессе сидели мы и всегда увлекаемся, линии побежали. Даже у меня они так делают. Вот. Так, вижу тут, значит, люди в пейзаже пошли в цвете. Тоже может быть, в целом, вот здесь вот чуть-чуть им ручки дать. То есть вот таким же цветом. Вот здесь вот в этом месте пятнышко и в этом. Появятся ручки, будет естественнее. Но в целом, правильно, смысл такой. Так. Ой, сердечки полетели. Мне так приятно, так приятно. Вот. Так. Дальше смотрим. Ана Тамбовцева. Да, вы начинаете. Вижу, что хороший. Вот с куполами все хорошо. А здесь, пожалуйста, разбирайте. И обязательно посмотрите разбор работ предыдущих по куполам и церквям. У меня уже это третий разбор работ. Там важно. Можете ускорить меня в Ютубе на Х2. Там будет все равно понятно. Это сэкономит время. Но все-таки будет. Значит, вот здесь вот по толпе снова еще раз говорю. Не делаем вот этот вот обход белого контура человека. То есть ничего же нет страшного. Смотрите. Это темнее, чем это. Взяли, дошли. Все. Никто не слился. Потому что есть тон. То есть, может быть, вот этот контрасвет будет на голове. Но по всему контуру у всех людей его не будет. То есть вот этого белого края. Поэтому не обходите так. Если объекты разного тона, то они не сольются. Не надо как бы бояться этого. Ни в акварели, ни в карандаше. Так. Идем дальше. Елена. Да, прям зингер хороший. Нравится вот эта вот зона здесь. Чуть-чуть не доработали с куполом. Форму его немного наврали. Вот. Здесь будет тон еще поплотнее. И в тенях тени еще темнее. То есть вот если на свету тени вот такие, то это тень. И в тенях тени на тон темнее, чем тени. Иначе объема не будет. То есть вот представьте наш шарик. Что вот этот вот шарик. Вот у него есть свет, средний тон, тень. И здесь у нас. Но только свет у нас уже имеет некий тон. То есть у нас получается тогда с вами свет вот этот. Такого тона. Средний тон получается вот это. А теней не хватает. Поэтому эта часть гораздо более плоская, чем вот это. Вот и все. Надо тени в тени добавить. Ну и не сажайте его. А то такой он кукольный сразу получается. Это вообще все. Да, кстати, Марина. Я смотрела этот. И раньше просматривала. Мы его рисовали в акварели. На пленэре в этом году. Это музей. Ну все. Забыла только. Вот сейчас помнила? Забыла. Там. Тимирязева. Вот. И он скоро, по-моему, уже, наверное, закрылся. Если не закрылся, обязательно туда попадите в Москве. Если закрылся, то очень жалко, потому что продали здание. Опять подошло что-то непонятное. Очень хороший пример новорусской архитектуры. Так. Любовь. Да, попытка номер один. Вот здесь тоже обращайте внимание не на линии. Я думаю, уже видно. И это понятно, что когда мы рисуем линиями, а не тенями, то есть мы обращаем внимание все время на линии, объема у нас получается недостаточно. То есть мы с вами обращаем внимание на детали и линии. Поэтому вот тут лучше. Да, немножко вы наврали с... Ой, у меня синичка прилетела. Улетела. А, еще прилетела. Ну-ка, ну-ка. Только что, только что синица была. Хотела вам показать. Ну, все. Два раза прилетала, потом передумала. Не любит, не любит в эфир выходить. Так, вот здесь еще давайте, значит, возвращаемся. Ну, прилетит, покажу. Просто аккуратно. Она, видимо, испугалась, что я тут такая резво такая. О, синица. Значит, здесь, да, наврали с перспективой немножко. То есть мы помним, что вот у нас линии... Чем выше линия у здания, тем сильнее у нее угол наклона относительно горизонтали. То есть здесь она у вас горизонтальная. Вообще-то горизонталь здесь, значит, угол наклона будет больше. Но вот в этих участках хотя бы есть работа именно с тоном. Вот. А тут не разобрали. Переводите в черно-белый, разбирайте. Екатерина, да, с огромным удовольствием разбираю. Ой, это я сильно открыла. Так, вот люди. Та же самая история, не буду повторяться. Вот это, кстати, интересное. Но лучше работайте карандашом, а не углем или угольным блоком. Тоже бесхозная линия, я думаю, всем понятно. То есть внутри может быть, а здесь либо что-то за человеком темное. Но сама пропорция людей, вот штаны мне очень нравятся, она хороша. То есть задача понять, что контуры у человека не существует. Есть либо темное на светлом, либо светлое на темном. А, ну вот, рисовала отсюда без машины людей. А вот без машины людей не надо, потому что так не бывает. Вы придумали низ здания, которого не видно. В жизни мы практически никогда не видим низ у здания. Поэтому его очень важно и в акварели не рисовать. Иначе детские домики у нас получаются. Потому что мы их, как бы, сажаем, такой стык делаем. На самом деле, посмотрите, у здания никогда практически не видно низа. Всегда есть люди, машины. Значит, так и рисуйте. Вот такую вот абракадабру формы. Не надо придумать того, чего нет. Рисуйте то, что видите, а не то, что знаете. Это самое основное вот прям в акварели и в любом, подождите, даже не в акварели, в любой графике в рисовании. То есть рисовать то, что мы действительно видим. То есть видим, какое пятно, так и рисуем. Вот здесь я говорила как раз про тени. Посмотрите, какие темные тени внутри теней. Здесь таких нет. Вот самые темные тени. Тени в тенях. Видите, на референсе. Чтобы никто не думал, что я тут вру вам вдруг. Вот, дождливый день. Классно. Вот мне очень нравится. Вот и этот, и эти. Вот. Здесь правильно. То есть если мы рисуем светлый зонтик, то, знаете, что мы его? Сразу подчеркиваем. Потому что у него нет границы. Либо, как вот здесь, вот Елена, вот у нас прорыв. Вижу. То есть вот. Ну и вот опять. Местами, конечно, вот эта линия. Хотя вот здесь вот с зонтиком поняли, что вот здесь вот не нужно. И не нужно как раз тогда ничего рисовать. И этого достаточно. Пусть сливается. Нет границы. И все. Класс. Вот. Ну то есть вот видите, я вижу даже в чате у одних и тех же людей, когда с опытом, то есть с практикой внутри, прям очень круто меняется. Даже взгляд меняется. Вот. Вот он прогресс. Вот он прогресс очевиден. То есть мы видим, какие работы становятся. Тоже. Так. Наталья Степанова. Классные тоже у вас домики. Все правильно. Продолжать в том же духе, по деревьям. Еще на тот момент не было эфира. Обязательно посмотрите. Иначе он у нас такой. Так. С людьми. Это интересная интерпретация людей. Она, в принципе, имеет место быть, как какая-то стилизация. Это все такие явно в бальных костюмах. Вот. Но в целом больше похоже получается сразу нам не на реальных людей, да, а вот таких кукольных персонажей. Но так может быть. Ничего как бы плохого. Вот это мне не очень нравится. По рукам. А так вообще вот такие дамы. Вот это хороша. Вот какие-то. Там, где руки не в боке, вот прям хорошо. Так, понятно. Референсы смотрю. Значит, Екатерина. Вот здесь вот лицо человека рисовали. Я понимаю, что вот эти вот советские люди, а здесь прям вот реально так нарисовано. По ощущениям, у меня такая весна на Заречной улице. Вот. Прям один из самых, наверное, прекрасных фильмов моего детства в том числе. Вот. И здесь, конечно, это все есть. Но пропорция голова человека. Это одна восьмая. У нас здесь, давайте, три, четыре, пять, пять. И он такой у нас карличек немножко получается. Это неплохо. Я сейчас никакой, простите, неправильно, наверное, использую. Ну, не пропорционально классическому, там, не знаю, классическим измерениям человека. Когда у нас есть одна восьмая. Из-за этого, получается, вот у женщины голова еще более-менее пропорциональна относительно тела. Схема правильная, светлая, темная, темная, светлая. Вы молодец. Люди маленькие, ну, вот как раз мы их уже видели в предыдущем. Здесь чуть-чуть длиннее надо. В этом и минус. Я почему говорю вам всегда. Возьмите формат побольше. Потому что начали-то хорошо. И все начали. А потом надо как бы закончить, получается. А блокнот-то заканчивается, и вот наши все диспропорции, все наши проблемы из-за этого маленького формата. Потому что мы начинаем стирать-то уже жалко то, что мы. Значит, здесь есть два пути. Либо брать формат побольше и тогда не бояться, что вы не впишетесь. Либо второй вариант. Сначала вписываться, потом делить одну восьмую, и потом от этого размера начинать рисовать голову. Потому что иначе, да, нам надо закончить человека. И надо вписаться еще и с тенями. И вот мы его там обрубаем, хотя ему по пропорции надо еще продолжаться. То есть, получается, у нас вот эти люди пропорциональны, а здесь они нет. Вот. Оксана Иванова, да, здесь у вас и домики, и все. Давайте разберемся, вот, кстати, в этой фотографии, где должна быть голова человека. Мы вот с вами на работе после эфира с лавочками. Я думаю, уже все поняли, но я на всякий случай на этих работах. У нас линия горизонта вот здесь. Значит, и голова человека будет на линии горизонта. Иначе он получается как будто бы неестественно вписанный. И я думаю, что это тоже уже видно. И вы этот момент прокачали. Вот эти, кстати, классные. Прямо хорошо. И по пропорции, и по тону. Прямо такие люди-люди. Вот. Тут даже без моих проверок хорошо понятно. Вот, Светлана. Да, хорошо. Здесь понятно, что люди, толпа. Прямо понятно. Так, у нас лодки периодически появляются. Таяна. Какое у вас красивое сочетание Таяна-Дуримарская. Вообще класс. Вот, если оригинальная, прям супер-супер. Значит, тоже здесь смотреть на тон. Если вы хотите подчеркнуть, не обязательно очень сильно затемнять вот здесь. Потому что вот тут ощущение сразу такого темного. И как будто бы ее обнимает что-то с этой стороны. То есть, достаточно иногда легкого тона, чтобы подчеркнуть свет. То есть, не надо вот эту вот границу темную. Из-за этого пришлось здесь много-много набирать. Из-за этого ощущение, что ее вот так обволакивают. Да, это можно, можно этого избежать. Ребенок. Сразу видно, потому что одна пятая от тела. В принципе, по пропорции чуть-чуть будет. Ну, тут в шлеме имеет место быть. Окей. Вот. Классная яхта. Елена. Здесь, на самом деле, можно было бы упростить и чуть легче там в края рисовать. Но вот видите, реализм вот здесь получился, когда вы перестали обводить линии. Вот это очень реалистичное место. То есть, белое-белое сливается. Где-то какая-то граница появляется сама по себе. Белое-белое сливается. И получается реалистичная яхта. Круто, что? Круто, что? Вот. Поэтому сами видите этот момент. Вот. Тут сразу понятно, что сверху вид и так имеет место быть. Хорошие тени, хорошие люди. Вот эта классная женщина. Верю. Вот. Тут все верю. Нет вопросов. Катерина, вы молодец. Интересно, сколько кружек чая я выпью за эфир? Вот уже первая пошла. Ирина вернулась к первым урокам и домам. Хорошо. Кстати, нравится мне ваше дерево слева. Да, немножко у нас упали окна вправо. Обращаю ваше внимание, что все-таки чем ближе к нам окно, оно правое, тем оно чуть шире, уже, уже. И стараемся рисовать их разнообразными. Даже в деревянных домах. То есть, неважно. Мы с вами разные рисовали там. И такое ощущение, что когда мы берем другие дома, там не надо разные. Везде надо разные. Везде. Так. Елена. Вот здесь важный момент. Тоже немножко. Видите, у вас прям вот классный этот такой пожилой человек, но падает. Вот, падает у вас, смотрите. Поэтому здесь смотрим на вертикаль. Смотрим, чтобы опорная нога была, потому что заваливаются. Хотя именно общий контур, вы молодец тоже. Все. Давайте дальше. Вот так. Кто-то сегодня... Ага, давайте. Это я снова вниз соскочила. Давайте снова попробуем вверх. На 29 октября. Сори, видимо, соскакивает оно куда-то. Попробую тут все позакрывать. Попробую на закрепленное сообщение выскочить. Не хочется туда листать. Давайте обновим. Так. Ага. Вот. Перескочили. Давайте вниз теперь листать. Сколько мы уже с вами проверили сегодня. Не так-то и много. Значит, давайте. Вот здесь как раз, Елена, да, парочку в цвете. Вот здесь по пропорции этой парочки в цвете. Хорошо. То есть у нас темное-светлое, светлое-темное. Еще бы было неплохо, если бы вы как раз подчеркивали. Вот если вижу, что начали, не бойтесь фоном подчеркивать там, где светло. Чтобы не было контура. Пропорция правильная. И здесь вот прям верю. Прям так это. Еще живописность добавить. То есть, что у нас блики красного на синим, синего на красным. Но даже уже в этом формате хорошо. Значит, да, здесь все правильно по домику. Вижу, да, продолжение ансамбля. Надеюсь, что вы его закончили. Да, Ирина, вот здесь все правильно по пятнам. Вот почему-то у вас в целом немножко заваливаются вот эти вот постоянно. Вот вертикаль, я даже ее вижу. А почему-то окна вы при этом чуть-чуть заваливаете. Уже не на какой-то работе это вижу. Вот, классно, кстати, Наталья. Наташа, да, вот. Очень хороший зингер. Очень правильно по тону. Вот, кстати, возьми какой-нибудь... Ну, Наташу знаю лично, поэтому на ты. Вот, возьми такой более инструмент с широким грифелем. Ну, чтобы не видно было вот этих вот тонких линий. Потому что это сразу объединит гораздо больше. А вот здесь очень хорошо по построению, тону, объему. Уже так вот прям глубоко. Так. Итак. Марина Капустина. Классные у вас люди. Здесь только тоже важно, чтобы вот тут вот... Вот начали делать тон. Зачем-то. Надо всегда спрашивать, зачем он вам. Если темный, а вот если светлый, здесь как раз тон нужен. Ну, по пропорциям все хорошо. Значит, тоже бегущий человек. Повнимательнее по пропорциям. Не сомневайтесь, не рисуйте лицо, если он очень маленький. Лучше не доделать, чем перья. Да, все взяли почему-то советскую такую действительность. Интересно. Вот. Тоже получается, лицо начали хорошо. Лист закончился. Та же самая ошибка. Лист закончился. Надо как будто бы закончить ноги. А посмотрите, не одна восьмая. Раз, два, три, четыре, пять, там шесть. Ну, к сожалению. То есть у него ноги вот там закончатся. То есть все-таки. И поэтому у него лицо чуть меньше. Это одно и то же. И бесхозные линии нам вот здесь вот. Не нужны нам. Далее листаем. Хороший, хороший Сталинка в Екатеринбурге. Хорошо. Все правильно в целом. Мне нравится. По теме. Вот. Значит, да, Марина. Здесь люди тоже хорошо. Внимание, смотрите. Ну, в целом здесь оправдано, что у нас везде темный тон. Потому что у нас здесь светлый. Можете прям не совсем такой черный, например, брать. То есть у вас с контрастами все хорошо. Вот эта верхняя часть на талии. Мне нравится. То есть вы ее прям разобрали. Но по тону правильно здесь подчеркнули. Можете. Вот здесь хороший момент. Что вот там, где прям нужно, рядышком, рядышком может быть потемнее. То есть она сразу натуральная, такая объемная. Вот. Внутри зонтик. То есть здесь снаружи и внутри сливается. Поэтому что-то где-то будет темнее. Работаем. Помним, что объект у нас по тону не одинаковый на протяжении всего. Что он у нас здесь может быть темнее. Там, где нам нужно подчеркнуть девушку. Тут может быть темнее в глубине. Где-то светлее. То есть увлекаетесь идеей. Увлекаетесь какой-то темой. И забываете про тон. Знаю, знаю. Мы все, ну, часто так делаем. Значит, Светлана Чупрова. Классная лодка. Да, хорошо. Можно, кстати, чтобы не было спора, посветлее дальний план сделать. И, а вот здесь вот как раз на контакте, да, решите, если светлый все-таки. Или, может быть, знаете, иногда даже можно дать ему тон, чтобы не затемнять небо. То есть вы выбираете. Вот здесь будет светлый. А здесь может быть чуть-чуть серее, чем небо. Тогда небо у вас останется светлое. И не будет теряться, например, парус. Если хотите, опять же. Ну, и в таком варианте хорошо. Хвалю за нижнюю часть. Очень хорошо здесь. Верю, понятно. Сразу видно реалистично. Здесь, в принципе, та же лодка. Да. Значит, пропорции. Вы, кстати, молодец. Вот дальше, вижу, тоже работаете. И прогресс прям виден, Оксана. Вот здесь вот свет и тень. Но вот опять бесхозная линия на границе. А здесь вот подчеркнули. Можно пока не обязательно сразу ему лицо-то давать. Давайте сначала с пропорциями разберемся. А, это у нас, по-моему, пошел барокко. Тут, ну, это барокко уже из прошлого. Но интересный барочный элемент. Вообще элементы классно. Всегда на них можно отдохнуть. С этой работой мы разбирались. Я здесь комментарии вносила. Я думаю, что в целом видно, вот когда мы смотрим с... Ну, давайте посмотрим вместе с вами. И вот здесь, когда мы работаем с фоном. Что вот как раз мы очень хорошо видим. Смотрите, какой контраст тона. То есть у нас темный тон неба. Несмотря на то, что это небо. Мы знаем, что небо может быть светлое. Но темный тон неба подчеркивает белый свитер мужчины. Также темный тон подчеркивает его белую бороду и светлое лицо. А здесь задняя, так скажем, часть головы. И вот эта часть, она темнее, чем небо. Поэтому небо, оно достаточно может быть более контрастное, темное здесь, более светлое здесь. Вот Светлана сначала сделала... Не сделала так. И у нее слилось. Несмотря на то, насколько детально она проработала самих персонажей. Вообще это очень важно. Потому что вы вроде как бы... Вот это вот и ситуация ошибки происходит. То есть мы персонажей проработали круто. А в итоге с картиной что-то не сложилось. А не сложилось по той причине, что мы именно тон общий внутри картины не проработали. То есть не поняли, что темнее, что светлее. То есть надо этот момент учитывать. И вот сейчас мы посмотрим, потому что я на этой ситуации влезла, я помню. И мы чуть-чуть, и Светлана там все поменяла. Мы сейчас к этому вернемся. Значит, цвет Амахина хороший. Вот здесь вот с перспективой тоже немножко вы, как сказать, неправильно чуть-чуть вы ошиблись. Потому что вот здесь вот уклон большой. И здесь тоже у нас будет тогда большой уклон. То есть у нас не может быть такой угол вот тут. А здесь вот такие углы более спокойные. То есть вот тут, смотрите, вот такой угол. А то, что к этой стороне относится, тогда еще будет больше угол. Еще больше угол. Это касательно вот этих... Даже если вот эта вот треть у нас как бы стесана, мы ее как бы срезали. То вот эти идут вдоль. Поэтому тут важно момент учитывать. Давайте смотреть, что же. Так, Ирина доделала домик, вообще очень уютный, классный, пушистый снег наверху. Так, Елена, да, дождливые моменты, в целом все правильно, правильно поняли по свету. Так, давайте, Катерина, дойдем ли мы, да, ну дойдем по порядку, просто чтобы мне не возвращаться. Тоже у нас получается вот эта вот ситуация, что непонятно, где светлое, где темное. Кстати, перспектива, Катерина, мы смотрим на все здания снизу, мы не находимся, мы не летим на самолете, поэтому вот здесь вот будет в другом направлении вся эта перспектива. Вы еще специально оставили референс, поэтому давайте мы посмотрим это на референсе, то есть вот у нас в эту сторону все наклоняется, ну или как минимум ровно, это то, о чем я говорила, но никак не в обратную сторону. Ну так у нас колонна, колокольня падает на нас, вот. И тут, если мы посмотрим, небо достаточно темное, темное все небо, смотрите, темное, переведите в черно-белый и увидите. То есть темное небо подчеркивает все вокруг, вот. А тут оно у нас ничего не подчеркивает, постеснялись вы с небом это доработать. Так, акварельные не буду комментировать сейчас. Наталья, отличные лодки, все правильно, да, так у нас, и сразу видно объем. Вы молодец. Значит, Светлана, много людей, ну вы решили еще меньше, 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 насколько маленьким я могу сделать человека, да, но сохранить пропорции 1,8. Ну, это интересно, но вот этот мне нравится, под номером 38 их все пронумеровали. То есть они разные, но везде вот эта ошибка, что опять, если светлый, то у вас есть край. В этом смысле, то есть вот где-то вы подчеркнули же почему-то вот эту женщину и вот эту вот подчеркнули, а где-то нет. Ну, возьмите, не мельчите, пожалуйста, это моя личная просьба. Значит, по лодкам Ирина Галкина. Странная у вас какая-то странная бумага. Ну, вот здесь вот хорошо, хорошо. В целом правильно вот эта нравится мне лодка. Здесь плюс-минус чуть-чуть нос будет правее. Это правильно построено. Ну, то есть это вот вообще очень хорошее. То есть здесь вижу, что с практикой вы молодец и простраиваете вот эта лодка и эта. То есть вот видно сразу реализм, видно реалистичность. То есть не все сразу удаются, это нормально, но с каждой следующей вы прям растете. Это круто, наблюдаю, радуюсь. Отлично. Так, человеки, да, пошли, укрылись от дождя. Тоже вот здесь вот пропорция, наоборот, увеличена. То есть у нас получается не одна восьмая, а что-то большое. То есть сразу видно, что человек вытянутый. Поэтому важно... Шею мы не будем видеть. Да, будет вот такая вытянутая голова, но не... Ну и опять бесходные линии по краю, да. Анна. Анна, очень красиво. Видно, что у вас есть опыт в штриховке. И своя стилистика, вот эта штриховка под разными углами. Тут немножко мы... Чуть шире будет низ, да. Он почему-то у нас сузился, это единственный момент. А так вот все правильно по светотени, подчеркиванию, как раз у нас по этому объемные. Вот здесь вот тоже не оставляйте бесхозную линию. Либо ее вообще нету, тогда у нас свет, вот как вот здесь, да. Либо тогда пусть она будет темной. Я знаю, что это ребро, но тогда оно должно быть чуть-чуть более объемное, чтобы показать, что это какой-то элемент на ребре находится прям вот там. А вот это место прям любовь притягивает внимание. Круто-круто. Так, значит, у Ольга тоже здесь опять люди упали. Ребенок хорошо, а вот женщина такая немножко, немножко не с праздника идет. Вот смотрим все-таки, чтобы вот у нас была линия. Садитесь к листу правильно, тогда будет лучше. Значит, это какие-то у нас тут... Ну вот джентльмены, кстати, неплохо получились. Женщины, в принципе, тоже, то есть вот общий хотя бы тон, общий абрис и ребенок. То есть просто больше практикуйтесь, в целом все хорошо. Так, фасад. Здесь, Елена, тоже не хватает чуть-чуть немножко больше усидчивости. И смотрите не на детали, а на общий контур. Это, ну, на общий тон это важно, потому что не добирайте тона. Значит, все, правда, у нас прямо из советской действительности все себе выбрали персонажей. Светлана, вижу, молодец, что у вас прям прогресс. Вот здесь вы стали добирать, уже понимать, что бесхозной линии не должно быть. Тогда мы тоном подчеркиваем. Вот у этой женщины прям круто сделан верх. То есть я верю. Вот здесь у нас немножко у нее как бы ушла нога. Смотрите, чтобы на вертикаль попадала. Немножко, немножко вот эта часть будет правее, тогда будет идеально. Вот у этой хорошо, наоборот, низ получился. То есть какие-то более удачные, какие-то менее, ничего страшного. Не шарообразные головы. Вот там, где сзади этого не видно, потому что прическа. А вот спереди как будто у него шарик такой надет. Нет, у нас не шарик. Посмотрите внимательно. У большинства людей вместе с шеей будет более вытянутая голова. Так, ну что же, мы долистаем уже сейчас. Так, Вера, Рыженко, ладно. Так, у нас в целом правильно. Вот здесь пропорции опять нарушены слишком высокие. Но по четырем еще даже ничего нельзя сказать. Больше и больше практики. Здесь у нас, да, толпа имеет место быть. Чем дальше, тем еще меньше просматриваем. Мы света не видим. Вообще можно все объединить. А чем ближе, тем наоборот, больше тона хочется. Больше тонового разнообразия. И если рисуем, то у нас тень будет под носом, тень рта. А то у нас как-то вот непонятно. То ли усики у него, то ли вообще. А вот здесь вот у нас прям какой-то пугающий человек. Лучше тогда вообще не рисуйте и ничего. Такой, да, Хэллоуин. Значит, вот у нас как раз, спасибо, Ирина. Вот пропорция 1,8. Вот хорошо ее видно. Это все общедоступные знания. Я никаких секретов не рассказываю. Где у нас голова сколько занимает и как у нас пропорция человека. И вот наша голова. Она не шарик круглый. Она у нас вытянутая. Особенно, когда мы видим ее с шеей вместе. Так, далее. Похоже на толпу. Не доработали. Тоже опять бесхозные линии. Но был правильный ход. Так, у нас, значит, такие интересный сюжет. Тут тоже немножко не разобрали, что темное, что светлое. То есть верх разобрали, а дальше как-то все. Фокус внимания ушел и, значит, убежали. Мне прям даже интересно. Ага, вот, вижу немножко. Решила исправить перспективу в своем классицизме. Прекрасно. Но вот видите, я поругала за предыдущие. А вы исправили? Как будто бы сейчас прям исправили. Уже гораздо лучше. Вот. Хорошо, когда вы уже сами начинаете видеть свои ошибки. Это прекрасно. Вот здесь будет потемнее. И все отражение, оно не с контуром. Оно все темное достаточно будет здесь. Поэтому и внутри лодки все-таки есть объем. А то она так затоплена. То есть этот объем нужно рассмотреть, чтобы его уже... Побольше так. Очень хочется рисунок воплотить в акварель. Воплощайте. Задумка правильная. Чуть-чуть улетела перспектива вот здесь наклона. Будут еще здесь чаще окна. А так вот эта часть прям очень хорошая. И здесь будете маскировать. Здесь жидкость понадобится. А так. И вот здесь все-таки еще темнее и темнее. Вот. А так очень хорошая Елена задумка. Когда в то не разобрали, в акварели уже гораздо лучше. Так. Для городских зарисовок. Да. Хорошие у нас люди разные. Разнообразные получились. Тоже смотрите, чтобы они у нас не падали. Даже на маленьком листе. Так. Ух ты. Тут прям лежащая девушка. Вот здесь опять тоже доработали низ. У нас, знаете, проблема какая еще в тенденции? Что нам становится скучно в какой-то момент. Все-таки усидчивости требует рисования. Значит, любовь. Тоже здесь, смотрите, линии не должно быть. Все-таки либо тон, либо линия. Вот вижу эту линию вот здесь. Не могу от нее отделаться. Вот тут с ногой все хорошо. Видите, когда линии нет. А вот все-таки обводка прямо она сразу выбивает. То есть как бы вы имитируете вроде то, что здесь будет. Тон. Но линию-то видно. И поэтому получается менее естественно, чем даже вот эта нога справа. Хотя там, ну, как бы вот это основной момент. То есть сначала не надо так детализировать. Вот женщина мне нравится, например, вот здесь светлая. Темный здесь подчеркивает, и все с ней понятно. Лучше меньше деталей, больше общего контура, больше вот этого смысла. Тогда будет хорошо. Толпа. Здесь в целом, да, темная, светлая, светлая, темная. Логика, все правильно. То есть у нас просто работа с вами с тоном. Тоже кое-где появляются вот здесь вот светлые на контактах головы. Но вот здесь вот хорошо. Это про то, что я говорила предыдущие. На голове они есть, вот этот контур свет. Но вот здесь вот уже у тела нет вот этой обводки полностью по телу. Да, все-таки светлая, темная, темная, светлая. Отлично. Так. Вот, Светлана, мы наконец-то до вас долеснали. Это вот к предыдущему. То есть смотрите. И когда мы подчеркнули, можно еще было более плотненько вот так вот сделать, чтобы этот контур был четкий, прям четкий, не бояться. И вот здесь тогда на этом контуре высветлить рукав. Тогда у нас сразу виден этот мужчина и женщина. Давайте снова вернемся туда, посмотрим, где была эта ситуация, о которой мы говорили. Вот, то есть здесь у нас вообще сливается, не видно, непонятно. Там у нас мы разобрали по тону, и тогда мы подчеркнули. Но когда мы подчеркнули, то есть не бойтесь подчеркивать прям контуром. То есть тот контур, который мы видим, доходите до границы. Не надо бросать на расстояние от границы, доходите до нее. Там как раз и заканчивается. То есть как линию контурную проводить, это мы можем, а как тон до контура довести, это мы боимся. Вот. Так. Далее. Далее тоже смотрю. Здесь в целом, да, быстрый человек. На каких-то уже не буду останавливаться. Хорошая лодочка вот эта мне очень нравится. Тоже у нас люди в разных пропорциях в целом. Вот тоже хорошая у вас такая своя стилистика. Вот здесь вот хорошо, но опять головы слишком круглые. Слишком маленькие головы круглые. Все-таки вот особенно на этих людях это видно. Как будто шарики, такой чуба-чубс. Не надо чуба-чубс. Вот, Вера Рыженко, отличные вот здесь у вас тоже люди получили. Светлое-темное. Верю, понятно все. Так. Наталья. Да, вот-вот. Вот это вот как раз у нас темное-светлое-светлое-темное. Штриховка более цельная. Такие образы тоже не заваливайте их, когда сидите. Вот знаю, что начинаем заваливать, чтобы у нас все-таки по определенной вертикали шло. Вот так, где-то у нас здесь. Вот. Да, вот на велосипеде хороший. Вот здесь пропорция слишком маленькая голова получилась. Ну, вот эта женщина. Здесь ножки такие немножко, да, не совсем. Вот вы хорошо рисуете на других. Ну, я вижу, что пробуете по-разному. Больше всего мне нравится вот этот вот парень. И вот эти, вот эта парочка. То есть вот этот вот прием вот здесь очень хорошо сделано. Так, Светлана. Вот начали работать, поняли, что такое тон здесь. И вот доводите до края, не бросайте у края. И если светлый, не надо такой темный, контрастный делать детали внутри. Если там свет, то на свету светлые детали. Более светлые. На темном более темные детали. Иначе опять все сливается. То есть, видите, сливается по тону, а нам нужно с вами подчеркивать. То есть, чтобы был. Он не должен быть, может быть, супер контрастным. Но должна быть разница. То есть, везде должна быть разница. И если вы темным ведете, вы подчеркиваете. Иначе у вас лицо человека вот здесь. А издалека, мне кажется, что светлое вот это. То есть, я не вижу до конца. То есть, мы доводим до края. Вот здесь вот у нас же женщина видна. Но, кстати, у нее пропорция головы маленькая. Но здесь мы доводим до края. То есть, у вас очень контрастно. Чуть-чуть помягче. Разбирайте на более большое количество тонов. Не на 3-5. Ну, вот здесь вот начали рисовать людей. Тоже уже и в красках. Очень все правильно, хорошо, что вы начали это делать. Так. Вижу, кто работает. Елена, да, тоже вот с толпой. Не оставляем бесхозных линий. Пропорция опять голова большая. А тело при этом маленькое для этого. Не рисуйте лучше им вообще лица. Главное пропорцию сохранить. Ну, я буду повторять одно и то же. Что делать? Значит, да, вот эта лодка у Юли Бурминовой тоже, да, есть такая красная. Ирина. Да, здесь, в принципе, все правильно. Здесь, да, тоже. В целом, можно даже было до пейзажа не достроить, потому что в таком случае хочется разделить, как будто это один пейзаж, а это другой. Вот. Ну, имеет место быть. Да, хорошо, хорошо. У вас с тоном задача. Задача получилась. Все правильно. Вот. Особенно вот здесь вот, кстати, классно, что вы даже маленький, если вы хотите белеет парус одинокий, то вы на контакте с этим парусом затемнили небо. Это не будет значить, что небо все стало темным. Вот этот вот, обратите внимание. То есть только здесь для того, чтобы подчеркнуть, не нужен контрастный тон. Вот как раз, да, Светлана, вот это вам. Обратите внимание здесь. Я обычно никогда не ссылаюсь на соседа, чтобы у него смотреть. Но когда вот правильно и хорошо какой-то нюанс, который я не могу сейчас показать, обратите внимание, то есть это может быть небольшая разница в тоне. Это не должен быть сразу черный здесь. Но он выделяется за счет того, что здесь есть вот этот тон по краю. Здесь может быть чуть-чуть темнее, да. То есть вот этот вот, это нюанс. У вас может быть у одного объекта несколько тонов внутри. Вот здесь он темнее небо, а здесь он там светлее, чем вот эта обмотка. Здесь, смотрите, он светлее, чем вот этот, а здесь темнее, чем небо. И каждый раз один объект становится в разных участках темнее и либо светлее. Разбирайте по тону обязательно. Ой, классные тоже, мне нравятся здесь. Ну вот, женщина прям хорошо, а здесь это, ну, мелковато, мелковато, на мелком прям развернуться. Значит, Катерина тоже пропорция нарушена в том плане, что головы большие, а люди короткие. Одна восьмая все-таки у нас. Потом головы людей на одном уровне. Если мы стоим здесь, смотрим, у нас вот этот вот улетел вверх. И опять бесходная линия по тону. То есть еще раз проработайте этот момент. Да, Елена, хорошо. Вижу, кстати, головы у вас тут чуть-чуть стали более, менее круглые, более вытянутые. Вот эта парочка вполне себе интересная. Но вот опять вот эта линия, зачем она вам нужна здесь? Либо нога темнее, но заштрихуйте вы ее всю легким тоном, и все. И она уже будет темнее. У него же нету по краю линии. Я с маркером не прошлась по его ноге, вот здесь линию. Либо тогда тонируйте все за этим. То есть никак по-другому. Либо даже если вы ее не прорисуете, мозг дорисует там ногу. Вот. Значит, Юлия. Юлия, вы молодец. Вижу. Вот здесь, кстати, такая эмоция есть тоже. Чуть-чуть больше усидчивости вам. Это вот прям... То есть работаете правильно, но терпения не хватает. Вот, кстати, дети прям супер. Здесь классные. Мне нравится. Ну, опять вот здесь с линией внимательно. Тоже этот момент. Либо тогда пусть все будет темнее. Вот здесь хорошая штриховка. Либо тогда, если светлое, то здесь вот лучше тогда затемнить за ним. То есть, ну, одна и та же история. Везде. Так. Все. Дальше одни и те же люди. Вижу, практикуетесь. Значит, хвосты кто-то под... Убирает окна. Значит, Юлия, посмотрите разбор предыдущих работ. Тоже будет понятно, что мы там не рисуем такие окна. Все-таки надо попроще. Анна Суманова. Значит, по нескольким темам сразу. Тоже еще раз. Посмотрите обязательно разборы работ. То есть, я же не просто так. Вот у меня почему-то эфиры смотрят все. А разборы работ, ну, кому это надо вообще все? Так весь смысл-то получается. То есть, как раз я смотрю на те ошибки, которые мы отработали, которые мы в эфирах... То есть, я вижу, что... Значит, недопоняли где-то. Значит, еще что-то. Вы хотя бы на примерах своих коллег можете увидеть, где какая ошибка. Ну, здесь вот тон хорошо. Но штриховка тогда у нас... Не так это будет штриховка на дождь. А если это будет все-таки... Небо у нас горизонтальные формы, значит, штриховка должна быть горизонтальная по форме. Покрова, окей. Да, может быть, имеет место. Значит, окна пошли. Вот здесь не рисуйте низ у дома. Нет у дома низа. Его не существует. Там все закрывает. Нет таких идеальных домов, где мы видим у него низ. И если даже есть, то это исключение, которое просто частный случай. Вот. Значит, Катерина Куликова. Нашли прекрасного художника из Пакистана. И здесь в учебных целях сделали копирование хорошее. Вот получились люди, стилизация. То есть вот можно посмотреть, как это выглядит. Как раз можно что-то для себя взять. То есть вы же можете смотреть, наблюдать. В учебных целях посмотрели. Это не значит, что просто надо копировать, и потом все. Вы посмотрели? Ага, какой-то вот штрих здесь взяли, это там взяли и так далее. Все собрали по стилизации. Тоже лилия. Смотрите, не рвите. То есть, да, я понимаю, что когда мы работаем с тоном, то контур получается рваным. Ваша история в целом имеет место быть. Я верю, что это толпа. Я верю, что это люди. Издалека вообще очень прикольно получается. Здесь только опять мы упали. Ну, потому что вот у нас на линии через голову проходящих нет никакой ноги. Вот. Поэтому она у нас куда-то виляет. Но можете чуть аккуратнее подходить к краю. Хотя, в принципе, ну, то есть, верю, может быть такая стилизация. Значит, да, 50 человек точно мало. Иногда 100 нужно. Иногда 150. Иногда 250. Может быть, 1000. То есть, это просто некая цифра. Как будто, знаете, у вас... Я просто сказала 50 человек. Такое ощущение, что типа 49 не получается, но 50 и 50, и как получился, и все, все, прозрение. Но я взяла из головы эту цифру просто для количества. Если вам нужно 150, значит, нужно 150. Если нужно 1050, то 1050. Разборы работают просто огонь. Спасибо. Я очень рада. Это важно. Это как бы не менее важно, чем мои практические занятия. Поэтому, пожалуйста, их смотрите. Иначе делаем одни и те же ошибки. У соседа посмотрели, что он так делает. И решили, а, давай-ка я тоже так буду делать. Ну, и что? И штампуем ошибки. Вот это списывание ни к чему хорошему. Так, Светлана Чупрова. Первые люди. Вот этим людям верю. Здесь опять люди к краю начинают падать. В принципе, эти тоже по всему. Здесь может быть в купюшонах. Следите всегда за пропорцией головы. За пропорцией головы, шириной тела. То есть, вот здесь у нас вот такие слишком вытянутые люди получились. Так. Угу. Здесь вот этот хороший с... Так, да, вот-вот-вот. Все фотографирования лучше при естественном свете. Значит, Наташа Седых. Вот вы меня слушаете, а даже по эфиру записывать неправильно. То есть, у нас голова – это 1 восьмое тело. Вот вы посчитайте, измерьте, прям приложите линейку. Какая пропорция головы относительно вот этого тела. Здесь вообще, наверное, даже 1 десятая, 12-ая и так далее. То есть, мы вроде тут слышим, тут не слышим. Пересмотрите еще раз, пожалуйста, эфир. Потому что это важно. Иначе вы транслируете дальше эту ошибку, понимаете, себе. Продолжаете ее транслировать. То есть, да, вот здесь главное все правильно, а голова у нас опять какой-то шарик чупа-чупса. Вот. Зачем? Еще раз посмотрите, там я про голову, прям останавливаюсь. Про голову в капюшоне. Наталья Каспарян. Каспарян, прошу прощения. Вот. Хорошие здесь люди. Да, у вас классно со штриховкой. Смысл такой. Вот он правильный. То есть, у нас свет, тень. Нет никакого обхода контуру. Мы разбираемся, либо темный, либо светлый. Если светлый, значит, рядом что-то темное. И так далее. То есть, всегда у нас светлое-темное, светлое-темное, светлое-темное. У нас, в принципе, везде ритмика. Спасибо за сбор работы. Очень интересно и важно. Смотрю, укладываю в голову. Но как берусь за работу, все мысли улетучиваются. Вижу все, что на фото, со всеми подробностями и за что хвататься. Не поняла вот этот виду, конец фразы. Ну, улетучивается. Так, конечно. Ну, а как вы через практику-то это пронесете? То есть, смотрите, я вам могу рассказать учебник по анатомии. Я вам могу рассказать учебник по высшей математике. И вы будете меня слушать и говорить, как умно она рассказывает. Я все понял. Вы сядете считать интегральные уравнения, какие-нибудь дифуры, там что-то еще, неведомое для вас, например, какую-то область. Я специально взяла. И, естественно, ничего не получится сначала. Ну, так как бы, понимаете, одно дело понимать, что я говорю, а другое дело это применять на практике. Конечно, улетучивается. Но мы для этого и проверяем. Я же не требую от вас, что это сразу будет. Вот вы даже сегодня в эфире видите, что одного человека я проверяю. Сначала делаю ему замечание, а потом вижу, он уже исправляется на следующих работах. Потому что это приходит через практику. Кто не работает, к тому ничего не приходит. Все просто. Так. Марина. Да, отлично. Вот здесь толстоватые колонны, то есть с шириной колонн. Но потом все правильно. Может быть, вот здесь потемнее будет. Если свет отсюда. Все-таки вот эта часть будет более вся затененная. То есть здесь будет четко виден угол тени. Так, далее. Вот сменили инструмент. Хорошо. В целом, мелкие люди. Я как бы говорю, не люблю. Вот это вообще не до человек получился. Но вот этот круто. Вообще вот то, что нужно. С собачкой верю. Вот эти два. То есть какие-то, понимаете, какие-то лучше всегда по выборке будут. То есть какие-то хуже. Это нормально. Не будут все идеально одинаково получаться. То есть как бы все. Екатерина Корнева. Отличные хручевки. Да, очень нравятся ваши окна. Вот это прям такое супер окно получилось. Так. Тоже люди. Листаю дальше. Листаю. Значит, Наталья. У меня пока не густо. Вот так. Практикуетесь. Да, видно. Я вижу, что вы, вот смотрите, очень там. Вот рюкзачочек. Вижу кармашки здесь. Тут какая-то кофта. Тут еще что-то. Не нужно это вам совсем. Делайте по эфиру сначала. Не нужны детали для того, чтобы мы поняли, что это человек. Вот давайте так, Наталья. Вот смотрите. Если вы, ну и всем вообще полезно. Вот издалека. Из самой дали. Как это. Вот кто-то с горочки спустился. Наверное, милый мой идет. Вы же узнаете своего любимого человека. Своего близкого человека. По походке издалека. Вот нам это нужно передать. Вы даже не будете видеть, какое украшение на нем одето. Какой у него рюкзак. И какие у него кармашки на джинсах сзади. Вот. И поэтому общий, общий нам нужен облик. Вот ближе к этому. Но здесь опять вот этот чупа-чупс голова. Никаких чупа-чупсов. Оставим это детям. Так. Да, по мотивам с буквича. Опять же, у него вот какие-то люди вот так вот. Какие-то, да, с этой вот шарообразной головой. Если общий облик получается правильный, то по стилизации смотрится хорошо. Но я все-таки вас призываю вот чуть-чуть выше голову рисовать. Иначе этот чупа-чупс прям нас будет преследовать. Вот. А так здесь по стилизации хорошо. То есть. Такс. Ну да, потому что вот. Потому что у нас вот эти вот все как бы несуществующие головы, голова, одна восьмая тела. У нас как будто вот взяли и по голове всем настучали. Немножко. То есть пропорции тела правильные. Такие опа. И здесь шарик. Такая пипка. Не знаю, как сказать. Ну, не совсем. Как только, вот смотрите, как только у вас получается голова чуть-чуть более округлая, чуть более вытянутая, сразу у нас реалистичные люди. Реалистичные люди. То есть как только у нас прямо пипка сверху, как сигнальный чупа-чупс, то у нас сразу. Вот. Здесь все хорошо, все нравится. Так. Идем дальше, да. Пока. Листаю. Не всех буду. Так. Светлана Крюгер. Вижу, что первые. Задавайте. Смотрите обзоры мои и проверки. Задавайте себе вопрос. Зачем вам нужен тон? Просто так. Фон. Тон фона нам не нужен. Вот если он вам нужен в этой части, то вы только там его и оставляете. Не надо его везти на все. Вот. Я там по лодке чуть выше показывала этот момент. Тут тоже надо решить. Либо светлое, либо темное. Вот здесь вот край как бы нам... Ну, то есть опять у нас линия. И если у нас светлая рубашка, то таких темных на ней контрастных вещей не будет. Достаточно небольшой какой-то тон. Возьмите, купите себе карандаши. HB, 2B, 6B. Вот там, где нужно набрать сильно, то 6B. Там, где нужно слабо, на свету только HB. Так. Значит, окна у нас здесь. Хорошо. Ну, окна, понятно. Я не буду уже по окнам. То есть, Светлана, окна правильные. У вас, наверное, правильнее, чем у многих. То есть, это то, что я задавала, и это та задумка, которая должна быть. То есть, вот мы видим, какие одинаковые окна, но могут быть разные за счет тона. То есть, вот, как бы вы, наверное, единственное... Единственное, я шучу, конечно. Но вы мое задание слушали, слышали, эфир смотрели. Видно сразу. Поэтому, круто, классно, всем пример. Значит, так, тоже, да, Свет. Ну, одни и те же я по людям, наверное, даже больше не буду. Чтобы так. Ирина, хорошая церковь. Мне очень нравится. Ирина, вам огромное спасибо за то, что вы еще и историческую справку туда кладете. Это вообще всегда приятно. Значит, да, к модерну. Ну, не модернизм здесь будет. Вот эта вот часть хороша. Тут тоже немножко надо... Ну, перспектива придет через практику. Вот, Наталья, у вас разные стилизации. Классно получилось. Альвара, то есть все про фулсавант. Вот посмотрели у художников. Что мы хорошо видим? Что у всех профихудожников у нас ноги, мы не видим практически ноги. У всех есть просвет между двумя ногами. Это дает реализм. То есть мы практически здесь никаким образом вот эти вот лопатки не ставим. Потому что самое главное, что у нас подчеркивается, это голова и плечи. Всегда у нас будут чуть наклонены плечи и более выпуклая голова в разных... Всегда мы будем видеть даже в маленьком изображении две ножки, которые на каком-то расстоянии у нас стоят. Идет человек на нас или как-то это... Они не слепливаются. И всегда мы будем видеть большой кружочек тела. Он крупный. То есть у любого человека нету там талии. Это большой крупный кружочек. Для этого я и просила вас посмотреть, как другие художники рисуют это. Вдруг я вас там обманываю. Вот. А у нас все мы часто, даже несмотря на хороших людей, вот женщина, вот мы в одежде. А мы когда стремимся талию делать, вот у нас сразу такие получаются. Хотя здесь в целом вы молодец. Но по большей части мы ходим в одежде, худе, объемные какие-то куртки, и мы не видим. Поэтому нам с вами важно научиться этот момент зарисовывать. Чем худее у вас люди, тем менее реалистично они получаются. Юлия, мне нравятся вот эти вот сидящие. Очень круто. Вот этот прям классно. То есть еще больше стоячих, пожалуйста. Рисуйте, практикуйтесь. Юлия. Так, счет 13. Сфокусировались на опорной ноге. Вы молодец. Получилось. Ну, опять, смысл у нас это работа с тоном. У нас опять почему-то работа с линией. Ну, как бы здесь слушаю, тут не слушаю. Нормально. Ну, ничего, я поэтому повторяю. Марина, хорошо. Вот здесь вот выигрышнее бы было, если свет отсюда, это у вас светлое, то здесь сделайте прям, просто поправьте, сделайте здесь темнее. И тогда у вас будет прям объем здесь огромный. И будет естественно. Потому что она, скорее всего, здесь светлее, а здесь темнее, чем небо. Вот просто могу поспорить на новогодний подарок, называется. Вот чуть темнее будет, чем небо. Потому что вот здесь, видите, вы подчеркнули, она темнее. И здесь будет темнее. Потому что свет отсюда, здесь тень. И тогда будет весь объем. Потому что здесь крутой объем, а вот здесь вот объема недостаточно. Я как это предсказываю, какой у нас. А, вот вы сделали. Вот здесь вот, видите, свет. Да, ну, потому что там облако. Потому что там облако, и оно вот здесь подчеркнулось. Но сделайте здесь темное на фоне светлого. То есть вот здесь четко свет, а вот здесь делайте темнее. Потому что либо тогда надо прям сильно это облако прорисовывать вокруг всего. Но вот если вот смотреть на единичный, то прям вот хочется ему сделать здесь тень. Сделайте, будет более эффектно. Значит, здесь очень хорошо. Вот вы молодец, что вы не работаете сразу с контуром надежды. Я вам прям просто огромное спасибо. То есть вижу, что вы сразу с тоном работаете. Поэтому хорошо. Даже вот маленькие нравятся. Крупновато вот вверх, особенно крест. То есть он прям больше самого дома. Но смысл вы уловили, теперь только практика. Да, Елена рисовала по референсу моему из ЮАР. Так, да, ну продолжается в принципе та же самая история. Вот здесь классная девушка. Значит, любовь. Да, ну я уже видела это фото. Так, испортила мужика с зонтиком. Да, у вас, кстати, классно. Ну вижу, что вы много практикуетесь. Поэтому очень разные получаются именно ваши такие люди. Значит, присоединяюсь к теплой компании. Наталья Катаева. Вижу, практика пошла здесь какие-то. Тоже меньше вот прям на... Обращайте внимание на то, что есть там внутри. Не рисуйте эту структуру зонтика, прям волосы. Вот все, что нужно. Смотрите на человека просто как на пятно. Вот здесь вот. И скорее всего здесь непропорционально. И пропорции измеряйте. Это прям важно. Потому что где-то видно, что с какого-то фэшена. Вот где-то. То есть возьмите фотографии обычных людей. И прям побольше. Вот хорошие, например, парочка идет. Вот верю, да. То есть больше вот этот образ. Ну вы, видимо, сами увидели, что нужно. Ну то есть вот эта клетчатая рубашка, она не сильно кому-то нужна. То есть все-таки надо... Ну вот общие. Потому что детали вот этот вот... Видите? Это не главное в работе. Посмотрите здесь на коллег тоже немножко в плане там людей. Вот тех, кого я в обзоре хвалю. И вот на это обратите внимание. Но лучше все-таки на мои комментарии в эфирах. Значит, да, Руслана, очень хорошо. Верю вот эти люди. Все. Естественно, вижу, что у кого-то просто больше опыта. И кто-то может даже на таком лице там сделать. И веришь в людей. Вот. В целом все правильно. Да, как бы улавливаете. Уже с инструментом хорошо работаете. Поэтому все правильно здесь. Так. Наталья, значит, опять с церквями. Да, хорошо, что вы работаете с тоном. Ну, чуть-чуть форму вот здесь. Вот это правильно, это правильно. А тут поплыла форма. Но концепт правильный. Тоже здесь посмотрите по деревьям отдельно эфир. Очень важно. Так. Никто ничего не пишет. Все смотрят. Надеюсь. Так. Конспекты. Стася. Ну, на конспектах, я сразу говорю, я конспекты особо не смотрю. Потому что конспекты обычно то, что я там. Вот. Вам нужно чуть-чуть помягче. То есть, где-то более светлый. Вот здесь вот хорошо, кстати. Очень хороший. В графике, да. Но тон убирает. Ручка не дает градацию тона. Для начала нужно градацию тона получить. Это работы не по моим мастер-классам. Поэтому я их комментировать не буду. Так. Да. Хороший модернизм. Не рисуйте низ здания. Вот не было бы низа. Вообще, еще лучше было бы. Так. Угу. Лодочки. Да. И у всех, кстати, хочу всех поблагодарить. Лодки, наконец-то. С этих странных пьяных лодок. Странной формы, которую я видела у всех. Вы просто, вот мне кажется, все, кто прошел сейчас эти эфиры, все герои, у всех такие лодки классные. Я хотя бы, мой глаз радуется. Я вижу вот эти лодки, которые действительно, я в них верю. У них правильная форма по перспективе. То есть, очень круто все правильно. Даже если где-то еще с тоном даже немножко есть над чем работать, то с перспективой у всех стало гораздо лучше. Они стали не кривые. То есть, вот вы видите, что через практику только кривое становится не кривым. И вы практикуетесь, и прям хорошо. Да. Кастанет он только. Вот, а не Кастанета. Ну, ладно, Светлана, да. Вот здесь вот хорошо. Да. Можно попробовать послизывать людей у других художников. И очень по-разному будет ощущаться. Вот. Так что. Да, здесь не сравнивайте, как на картине, как здесь. Просто здесь хочется ослабить, потому что голов не видно. Да, они лучше были бы светлые. И вот здесь они, кстати, видны. Они светлые. Немножко этот момент потерялся. Так. Ирина Карабанова. Очень аккуратно вы делаете переход тона внутри. Так, что получается слишком гладко. Такая стилизация тоже может быть. В целом нет претензий по тону. Это может быть ваша стилистика. Вот. Иногда можно немножко чуть менее так вот. Идеально. То есть у вас прям такой переход. Вот это очень светло. То есть получается, знаете, такая мягкая форма. Как будто бы они все такие немного бархатные, что ли. То есть в этом может быть стилизация. Ну, просто обращаю ваше внимание. Иногда можно даже немножко. Вот у мужчины он более такой фактурный. А тут вот прям такие гладенькие. Но по тону все правильно. По форме правильно. Поэтому скорее это не минус. Я просто как бы вношу свои комментарии. Так что вы молодец. Вообще все, конечно, молодцы. Вот. Кто-то на первом уроке не сдается надежды. Вот смотрите. Здесь у вас хороший объем. Сразу реалистичный. Что нам нужно у нас? Свет, средний тон, тень. У любого объекта. Вот здесь вот теней нету достаточных. Тут теней нету достаточных. Все плосковато. Далее у нас вот здесь наклон какой к линии горизонта. А почему у нас здесь куда-то пошло в другую сторону. С каждой следующей. Она же у нас выходит как из одной точки выходят все линии. Значит, у нас что здесь? Все больше и больше наклон. Ну, то есть зависимость. Это я так из этой точки поставила. Но если вот сюда, то здесь больше наклон, больше. Перспективу свою правьте. Далее. Ну, мелковато, чтобы что-то разбирать. Но уже вот такие грубки ничего. Такие пошли. Так. Юлия. В стилях тяжело разбираться, но интересно. Очень классно. У вас интересный такой тоже на развороте. Значит, ну, здесь опять же. То есть, как бы можно разбирать чуть плотно, чуть более таких крупных людей. Но тогда тоже смотрите. Опять же, линия вот эта вот, которая как будто бы обводит женщину. Здесь тогда уже я вам рекомендую. Будете более плотно строить людей. Например, какую-то книжку по анатомии Николая Ли и так далее. То есть у нас здесь в курсе этого нету. Потому что это бездонная тема. Значит, первые шесть из пятидесяти вам не нужно такие окна сложные рисовать. Хотя, конечно, сами по себе они прекрасны. Вот это, вот это особенно. И вот это. Но, как бы, задача их рисовать чуть проще. Чтобы одинаковые окна были разными. Вот и все. То есть я об этом говорила. Я два разбора об этом говорила. Судя по тому, что вы рисуете, вы разборы не смотрели, Марина. Посмотрите, пожалуйста, предыдущие разборы. Да, хорошо. Так. Значит. Стеклопакеты. Да, это. Так. Тоже очень интересные окна. Лодку. У лодки вот здесь обводка есть. Немножко лучше тогда затонировать все рядом с лодкой. А лодку сделать светлее по контуру. А то она здесь сливается. Хотя вот здесь окна прям хорошо. Но по перспективе перепроверьте их. Потому что вот здесь идет туда. А здесь у вас перспектива развернулась у правого здания. То есть вот, смотрите, вы вели сюда. А почему-то вот это окно, оно должно быть вот здесь, здесь. А вот это должно быть вот здесь. Даже если два маленьких посередине. А они как бы завернулись. То есть наклон недостаточный. Особенно по этим трем тоже это понятно. Да-да-да. Вот-вот. Вот, кстати, тут вам об этом тоже написали немножко. Да, линейные перспективы рисунки. Ну, это, в принципе, ничего нового. Значит, да. Вот по линейной перспективе я рассказываю. У меня есть первым. Спасибо. Спасибо, Ирина. Вы очень внимательная. Значит, да. Начали выполнять ДЗ. Любовь, вы молодец. Послушайте еще предыдущие эфиры. И купите карандаши разный. Ну, такие 6Б. Там что-нибудь поплотнее. Потому что иначе не набрать. С курса капли. Да-да-да-да. Задание человек. Черное-белое. Здесь я не комментирую. Да, хорошие окна. Но не по заданию. Так. По лодочкам. Тоже Елена. Все правильно. Но тона не хватает. Видите, опять. Просто нет инструмента, чтобы тон набрать. Форму вы ловите. Нет проблем. Тона. Но одно и то же у всех. Одно и то же. Здесь по перспективе вот эти окна будут крупнее, чем окна там. Почему? Потому что они здесь ближе к нам. Но задумка правильная. Так. Да. Хотя бы окна и перспективу. Хотя бы окна. Вот разнообразные окна. Даже вот в этом случае должны быть у нас. И вот девушку вы рисуете. То есть кто темнее, девушка или здание? А в каком месте? А в каком месте снова девушка темнее? А в каком здании светлее? В каком здании темнее девушка светлее? И так далее. Каждый раз себе задаем вопросы. Так. Сейчас я секунду себе назначу чаю. Третья кружка пошла. Та-та-та, па-па-па. Так, ноябрь. Ну, в общем-то, да. Алена, да, Елена. Ну, я и так, и так, я думаю, вас могу называть. Я вас очень хорошо знаю. Вот как скетч, да. Как по заданию, нет. Если можете выкладывать еще. И у нас есть группа, друзья, не только для четвертого сезона. У нас есть в моем сообществе ВК, есть группа, где просто можно делиться своими работами. Которые совершенно вообще могут отличаться. То есть, Катерина, молодец, вы большая. Вот здесь вот только нужно затемнить тогда поосновательнее. Это может быть тон только рядом с объектом. Чуть-чуть, чтобы подчеркнуть его. То есть, чтобы линии не было. Вот тут все хорошо. Смысл такой. Так. Значит, толпа. Отлично. Вот, Елена, тоже я вижу, что вы работаете. И от какого-то не совсем понимания уже совершенно идет прям большое понимание. И видно, видно прогресс. Очень видно. Вы молодец. Настя, спасибо за разбор. Из-за позднего времени с огромной благодарностью досмотрю его в записи. И понимаю, у вас вечер. Мы всегда с вами еще завтра встретимся. Так что да, в записи посмотрите обязательно. Вот. Спасибо вам, Ольга. Очень приятно. Вот. Любовь. Все хорошо. Вертикаль немножко завалилась. Сидите к листу. Скорее всего, рисуете вечером. Сидите неровно. Или здесь еще и перспектива фотографирования. Но я предполагаю все-таки, что вот немножко хочется башенку правее. Но в целом хорошая работа. Вы молодец. Так. У нас, конечно, тут много спама. Иногда я чищу каждый день. Но и Даша у меня чистит каждый день. Моя помощница по ВК. Но так бывает, что, конечно же, я вам хочу сказать огромное спасибо, что вы все равно это все смотрите. Ну, и пишите там работы. Елена, отличная. Все как надо. Вот, смотрите. Вот прекрасный пример работы правильно с тоном. Когда нет границы. Вот здесь вот нет границы. Освещенный предмет сразу начинается какой-то другой темный. У него нету обводки. То есть, есть разница в тоне только там, где она нужна. И за счет этого получается реалистичный предмет. Вот и все, что мы с вами, чего мы добивались. Вот. И лодочки. Та же самая история. Если здесь темнее, а здесь светлее, то просто нету здесь границы. И все. И при этом оно получается, естественно, глаз достраивает границу лодки. Получается реалистично. Ну, то есть, вот то, на что обратить внимание. В данном случае даже не буду брюзжать на дальний план. Он получился светлым, он здесь не мешает. Значит, Стася. Да, вы сразу решили себе усложнить еще и сюжетом все. Вот здесь вот головы людей. Это у нас получился мальчик, но маленький. Да, у нас головы людей на одном уровне. Обязательно еще пересмотрите эфир на этот счет. Вот. Ну, опять же, если мы стремимся к реализму. Да, вот здесь вот уже ближе. И верится, эти люди стоят дальше светлее, ближе темнее. Кстати, тень будет тоже вот здесь светлее и ближе к нам темнее. Если вот здесь она бы была светлее, она бы была вот так лежала в пространстве туда. А так вы как бы из-за того, что не делаете ей тоновые градации, она стоит вертикально. Вот. Если подсотрете, там будет хорошо. Ну, и перспектива там путей, но я не буду сейчас это разбирать. Так, пошли окна. Окна у вас, Марина, прекрасные. Ничего не могу сказать. Значит, хрущевка тоже прекрасна. Я здесь верю, вот видите, что это в данном случае это темная, как ее, водосток. Вот. И тогда окей, как бы это может быть. И здесь хорошо. Мне нравится, что вы фокусируетесь, Света, на вот этих точках сочленения. Они будут, да, самые темные, то есть ближе к ним. Вот посередине можно разорвать, но вот здесь вот они достаточно темные, особенно там, где плиты крепятся. И вот этот хороший пример на хрущевках, как одинаковые окна, могут выглядеть по-разному. И тогда получается реалистично. Хорошо, нравится работа. Да, вот вообще, Светлана, тоже вы один и тот же дом рисовали. Ну, вот берите, фотографируйте, делайте свои референсы. Кстати, мы записали, будет курс по фотографии. Вот. В моей школе будет такой прикладной курс, где с заданиями, с проверкой будет такой именно для фотографирования референсов, обработки референсов, обработки фото. Такой вот вам спойлер даю. Надеюсь, что понравится вам. Там будет, буду не только я, а будет другой педагог по фотографии. Так. Потому что я поняла, что это какая-то проблема у нас большая. Да, хорошо. Не буду останавливаться на одних и тех же людях, чтобы мы чуть-чуть все-таки... Так, Руслана. Тоже хорошая. Вот здесь вот прям хорошо. Такая у нас бабулька. Я прям верю. И вы эмоцию словили прям прекрасно. Можете уводить на нет. То есть вот как бы взяли, да, подчеркнули здесь, уведите на нет. И этого будет достаточно. То есть чтобы у нас с ежиком не росло. Вот. Да, правильно, под носом тоже будет тень. То есть а то у нас нос сразу в рот вырастает. Вот. Посмотрите, всегда есть глаза, под носом и рот. А так правильно. Ну что, вы рады курсу по фотографии или нет? Никто ничего не пишет сегодня. Значит, я хоть... Светлана, вот у вас пошла прям... Не знаю, возможно, где-то вы там тоже взяли такую хорошую девушку Света. Тень, но прям вот и ноги здесь я очень довольна. Значит, Светлана. Да, превращается в человека. Вижу, нравится стилизация ваша. Она такая какая-то особенная. Есть у вас свой взгляд на это. И я верю пропорции. Вижу, что люди и у них все с ними хорошо. Так, дальше листаем. Моя благодарность, знаете, мне передать словами. Я, можно, немножко отзывы почитаю, которые я не читала, да? Спасибо за такую прекрасную возможность почувствовать себя снова ученицей. Присмотрела все потихоньку, делала ДЗ. Не все пока получается, но стараюсь. Вы молодец. Вы еще и вертикальную перспективу. Все, в принципе, правильно. То есть самое главное – это светлый-светлый контур ничем не отделять. То есть в итоге он такой у нас получается. Здесь чуть-чуть у нас пошла перспектива не в ту сторону, потому что все-таки она у нас либо вверх идет, но вниз она точно не сужается. Это важно. И потемнее возьмите тоже себе еще вариант карандаша, чтобы набирать самый темный тон. Классный парень. Вот пропорции все правильные. И тени есть, и свет есть, и подчеркнуто, и выделено. И там, где вот тень и тень сливается, все правильно. То есть где-то есть разница в тоне, значит, отделяется объект. Очень хорошо. Тоже девушка. Прекрасно. То есть есть, если у нас либо темное, либо если светлое, то тогда есть какой-то фон, мы его видим. Если темное, то темнее, чем здесь. При этом мы же все равно видим, что у нас светлая рубашка. Да. Вот отличная работа. Тоже касается мужчины. Вот видите, нам не мешает. Он получается объемный благодаря этому. То есть у нас подчеркивание фона только там, по сути. Естественно, когда вы потом человека вписываете в пейзаж, у вас может быть фон везде. Но вы тогда знаете, что фон там, где он, допустим, вот здесь, то он будет светлее, чем рубашка. А здесь он будет темнее, чем рубашка на контакте. И тогда он получается у вас объемный. Вот. Да, все правильно. Вы молодец, Светлана. Молодец. Дальше смотрю. И лодочки. Лодочки тоже у вас хорошие. Вот это объемное. Вот здесь. Немножко можно еще хочется все-таки 6Б какого-нибудь поплотнее карандаша, чтобы в самых темных местах еще поставить пару темных пятен. Вот как тут, 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 тут. И вот он прям заиграет еще больше. То есть вот это тоже хорошее. То есть все с формой хорошо. Вы прям проработали прекрасно. Значит, Нина. Бумагу взяла она гладкая. Не получается добавить больше тона. От гладкости бумаги это не зависит. Это зависит от инструмента. Значит, у вас надо взять карандаш 6Б, 9Б и так далее. Значит, далее смотрим. Так, хорошо, да, тоже здесь разнообразные окна. То, что нужно нам. Да, все-все, все-все. Столько нельзя, столько нельзя смотреть долго, да, видимо, разбор. Ладно. Кто-кто здесь, хоть это, мигните мне. Так. Любовь, видела я уже вашу работу. Так, ой-ой-ой, опять мы. Опять мы тут переместились. Сейчас будем листать с вами. Хочу вспомнить бы, на каком ноябре мы остановились. Ну, давайте. Я просто хочу сейчас пройти, чтобы мы уже сильно не возвращались. Если недолго. Хотя бы какую-то часть. У нас все равно еще будет один эфир, по которому я разберу последний эфир разбора. Потому что после завтрашнего дня, скорее всего, вы... Вот, Елена, вы здесь. Мне очень приятно. Скорее всего, вы еще что-нибудь нарисуете после завтрашнего эфира. Поэтому здесь... Но чтобы мне хоть как-то это посильно было проверять. Потому что где-то мы в ноябре с вами тусуемся. Сейчас. Потому что видите, видите, мы тут так, Нина, смотрим внимательно, записываем ошибки. Отлично. Так никуда не денется эфир. Ну, можете просто мне вопросы задавать. Эфир-то записывать ошибки можно по записи. А тут можно спрашивать. Так. Где-то глубоко в ноябре, да. Ну, поэтому мы сегодня не закончим все. Но хотя бы какую-то часть. Ой-ой-ой. Вот видите, надо было фокусироваться на новой... Точечке. Видите, сколько нарисовали мы? Много-много. Да, нарисуем. Я вот две недели не рисовала, надо начинать снова. Почему снова? Нельзя забыть. Ваши навыки никуда не деваются. Нельзя забыть. Никто у вас их не отберет. Естественно, как в любом спорте, просто в этом начале будет сложнее. Так, вот давайте я здесь где-нибудь зафокусируюсь хотя бы. Значит. Потому что... Но это не значит, что как-то мы забудем. Вообще ничего такого не произойдет. Поэтому обязательно... Вот ночью в два часа смотрела эфир про деревья. Отлично. Ну, вы, да, вы прям герой мой. Значит. Да, вот здесь вот набросали, но надо тогда не линию, давайте тогда тон. То есть даже наброски должны быть тогда по тону. Вот. Но уже вы молодец, что даже такие простые. Потому что, на самом деле, рисовать проще, сложнее, да? Поэтому... Первая лодочка. Прекрасная лодочка света. У вас очень объемная. Вот что получается, когда у нас есть и светлый. То есть мы подчеркиваем тон, мы подчеркиваем объем разными. И у вас есть нормальный карандаш 8Б, которым мы можем прям взять черный или 6Б, нажать, надавить. И вот у нас большая градация между светлым и темным. Тогда у нас и объект становится объемным. Вот в этом и... А когда у нас мы, допустим, не добираем тона, то есть даже если мы там что-то реалистичное, когда мы одним карандашом, то он у нас по ощущениям становится плоским. Хотя, на самом деле, как бы он объемный. Возможно, все правильно вы сделали. Невозможно, а здесь правильно все сделали. Светлый, темный. Но вот опять этот инструмент не дал вам добрать. Вот, тоже добрали. Все хорошо. Лодочки. Вот. Фокусируемся. Это хорошее. Вот. Ну, тут вы решили всю картину и опять с линией работаете. Вот здесь прям видно, что больше линии, меньше тона. Все-таки с тоном больше, с тоном больше. Как зарисовка, окей. Но вот именно тон сразу видно, когда у нас работа именно с тоном. Светлое, темное, светлое, темное. Там, где светлое, подчеркиваем темным и так далее. То есть это перемежение тонов. Архитектурные элементы в стиле барокко. Прекрасно. Вот тоже как раз мы видим. Нету никакой границы тона. То есть у нас нет никакой границы. Здесь объект не обводится. Есть только разница в тоне. Тем самым он становится реалистичным. Разница в тоне. Вот там, где белое и белое сливаются, никакой разницы нету. Поэтому мы видим этот реализм только благодаря этому ощущению. Без каких-либо контуров. Не надо там обводить глаз этот белый, достраивать. То есть вот здесь не нужны линии, ее и нет. Потому что благодаря тени в другом месте мы понимаем, где заканчивается вот этот вот свет. То есть вот что и нам нужно. 17 ноября. Ну вот хотя бы до конца ноября долистаем. Анна. Ой, какие у вас фамилии красивые. Хорошая, да, работа. А, я вас уже сегодня видела, да. Церковь была. Потому что по стилизации у вас слой почерк, поэтому его хорошо видно. Вы молодец. Здесь все правильно. Так, Елена. Храм в романском стиле. Да, все больше, больше, больше. Нет, ну он на самом деле не так сложен. Так, друзья, если какие-то вы хотите свои работы, у нас есть чат, где не четвертый сезон не вредные советы, а я делюсь своими работами. Вот туда можно их и добавлять. Значит, Зингер, да, сложноватый, но доработайте. В тенях тени забыли. То есть вот здесь вот тень темная, в тенях еще темнее, в тенях тени. И немножко у нас как-то поплыл шар на крыше. Вернем. Вот, Наталья. Да, здесь у нас как бы лица не хватило. Получилось, что у нас как будто бы такой клоун с клоунским носом поет микрофон. Но, возможно. Я вас хвалю за вот это вот отсутствие линии, где у нас свет и свет сливается. Вы молодец. Это правильно получилось объемно. Так, курс по фото – это здорово. Пыталась сделать фото балконов и зданий тяжело. Ну, да, здесь еще важно правильно и презентовать работу, и обрабатывать, и понимать как бы концепцию, стилизацию. Поэтому мы там много чего наснимали такого очень хорошего. Так, Ирина, вижу вас здесь. Тоже обязательно вот дырка между ногами должна у людей присутствовать. Иначе как будто они, простите, хотят по мелкой нужде. Вот, не надо этого делать. Вот, когда она присутствует, видно, что люди стоят. Вот, видно. Ну, вот как раз и да. На таких мелких рисуйте покрупнее, покрупнее, заметнее. Вот у нас тут Чарли шоколадная фабрика прям. Вот этот хороший тоже, ну, вот эти, да, то есть какие-то отверстия должно быть в ногах. Посмотрите, обязательно найдите людей, других художников и срисовывайте с них. Вот, когда больших рисуйте, да, хорошо. Но вот здесь повнимательнее на позу. Цветные работы я здесь не комментирую вообще. Вот, значит, в акварели, но в черно-белые перевели. Да, в целом здесь, кстати, ну, ночной пейзаж, вы молодец, и вот окна хорошо. То есть, видите, кто-то уже в акварель знания переносит, и получается правильно, получается по тону все хорошо, и получается по форме, и окна, и перспектива. То есть, Альбина, вы молодец, тоже хорошо. Все прям света. Света классные уже пошли эти элементы. Мне нравится, что вы проработали вот здесь вот какие-то стекла светлые, какие-то темные. Здесь вот, ну, вот это вот, если не хотите, то эти элементы-то, в принципе, не нужны. То есть, можно упростить гораздо... Вот только оставить вот эту, например, часть. Так, вот здесь вот хорошо, да, вот наш свет и свет. То есть, вот наш свет и свет сливается, тень подчеркивает. То есть, и сразу у нас реализм, да, с вами. Это надо прочувствовать. Это сколько бы я ни объясняла, через практику только прочувствуется этот момент. Екатерина, да, хорошее начало. Вот этот вот элемент мне очень нравится, мой молодец. Тоже уже видно, что вот здесь мы понимаем, что если свет и свет, тень подчеркивается. То есть, где-то сливается. Вот здесь вот нету никакой линии, ограждающей это. Есть только разница в тоне. И тем самым сразу видим, опять же, реалистичность. Ну, то есть, как бы повторяю одно и то же, но вот говорю, как есть. Надо тренироваться, да. Они все сразу... Смотрите, у вас лист огромный. Сделайте этот элемент покрупнее. У вас это пламенеющие барокко. Кто знает, почему, я думаю, догадаются, да, по этому элементу. Вот этому можно понять, что это из позднего барокко окно из пламенеющего. Кто эфиры вообще смотрел? Значит, у вас большой лист. Зачем вам эта стена? Зачем она вам нужна? Вот, если у вас большой лист, ну, развернитесь вы побольше. Там в элементах-то гораздо больше сложного. А мы что-то где-то, знаете, на краешке листа, где-то себе там... Вот, вот. Окно роза тоже из пламенеющей, простите, готики, не барокко оговорилась. То есть, пламенеющая готика, поздняя готика. Вот. Значит, здесь это мы видим. Тоже хорошо. Тоже фокус вот здесь. Здесь более объемные детали. Более упрощенные вниз. Так, Светлана. Хорошо. Тоже... Вот смотрите, сколько у вас здесь? Пять, три. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, сделайте вы себе покрупнее. Это под микроскопом рисовать надо. У нас даже инструмент не такой тонкий. У нас грифель не дает такую, чтобы такое прорисовывать на таком размере. Ну, там все эти... Ну, то есть, если хотите этот объем прорисовать, конечно, конечно, у меня реально начало размываться все перед глазами. Ну, естественно. Ну, то есть, вообще неудивительно. Причина – следственные связи. Все очень просто. Ну, невозможно. Я бы вообще ничего не увидела. Так. Сюда надо озвучку про тяжело. Никто не говорил, Регина, что нужно рисовать такие окна. Пересмотрите, пожалуйста, эфиры. Пересмотрите, самое главное, смотр вот этот вот. Ну, вряд ли, я думаю, что... Если бы предыдущие два не смотрели, если бы смотрели, то в 20 ноября вы бы не нарисовали такие окна. Это сразу вижу. Кто смотрел, кто вообще ничего не смотрел. Но не там смотрел, как говорится. Ну, это правда. Буду брюзжать по этому поводу. Потому что, как бы, не смотрим, а потом говорим, ну, вот что-то, блин, не получилось. Вот. Поэтому... Неужели это возможно так круто нарисовать? Я про готику и барокко. А кто с первого, с первых домиков работал, тот и готику может сейчас такую нарисовать. Вот и все. Кто не перескакивал, у того сразу видно прогресс и видно, как что получается. Вот здесь, Светлана, лишний вот этот вот ненужен элемент. Если оставили, то тогда, как бы, ну, через практику научитесь упрощать стильненько. Но это просто чисто опыт. Так что все у вас хорошо. Вот. Тоже. То есть кто с тоном работал, тот и сложный элемент. У меня все по усложнению. То есть, естественно, мы с вами на первых этапах, я готику поэтому и не трогала. У меня везде есть логика и структурирование во всех элементах и в порядке уроков. Они не рандомно так располагаются, а именно для того, чтобы мы от простых элементов переходили к сложным. Тоже хорошие домики. Вы молодец. Здесь нет вопросов. Тоже темное, светлое. Поэтому реализм, поэтому объем, поэтому все правильно. Вы молодец. Так, где-нибудь сейчас закончим на конце ноября. Вот. Тоже. Руслана, я вообще вот вас хочу в пример всем поставить. Вот в том плане, что не боимся, да, черного добрать. То есть нормальный инструмент. Вы здесь уголь даже использовали. То есть ничего страшного, где черный, прям черный. Тогда у нас и глубина получается, и объем, и вот эта вот форма. Молодец. Вы большая. Вот. Поэтому добираем нормально. Что мы боимся-то? Карандаша. Вот. Тоже хорошо. Елена, хорошо. Ну вот вижу, что одни и те же, кто работают. Видите, прогресс какой. Вот, светлое-светлое, никакого контура нету. Сливается. А там, где тени есть, все. И за счет этого реалистичность. Нет обводки, есть только разница в тоне. Так. Светлана. Вот. Тоже классная. Вы всегда с пейзажами всеми. Здесь, на самом деле, я вот нижнюю часть, мне вообще здесь не нужна. А верхняя прекрасно. Даже мне дерево нравится, как стилизовано очень. Но вот нижняя вообще никак не нужна. Или если даже это, просто заштрихуйте ее всю, затонируйте. Потому что за счет контрастов очень внимание сюда притягивается. А хочется, чтобы притягивалось вот в эту зону больше. Поэтому низ просто-просто затонируйте. Вот. Вы молодец. У вас хорошая практика. И солнечно, да. На фото нет туфля на переднем плане. Не знаю, как дорисовать. Наталья. Если нету, то так и дорисовываем. То есть вы дорисовали его правильно. Только так, как он на переднем плане, будет покрупнее. То есть все правильно. То есть здесь свет и свет сливается. Тень есть. То есть вы молодец. Вот. Пойду в начало. А то купила марафон. Будет сложно. Ну, смотрите. Вы купили марафон. Там, если он навсегда, то сложно не будет. Вы постепенно проработаете. Вот. Там просто другая практика. И практика в акварель. Вот. Конечно же, здесь это то, что здесь, это вложение в себя навсегда. То есть это как бы просто разные вещи. И здесь мы говорим про работу с тоном. Но это сколько у нас сейчас будет? Десятый урок. И на каждый урок минимум надо по там неделе, две недели. То есть вот посчитайте время, которое нужно потратить для того, что будет. Поэтому вы всегда его можете делать в процессе или параллельно. Никто не мешает вечером делать какую-то графику. Но не надо так. То есть можно какие-то запараллеливать вещи. Вот. Очень хорошая работа Наталья. Правильная работа с тоном. То есть видите, вот еще раз. Свет и свет здесь. Значит, нет контура у табуретки. Табуретка дорисовывается в нашей голове. Пока мы это не поймем, не будет как раз работы с тоном. Так. Ольга. Да. Вот. Ольга сегодня была в эфире, потом ушла. В целом правильно. Тоже вот здесь подчеркиваете. Если здесь есть граница, то должно быть тогда тон. Ну, в целом правильно. Чуть-чуть может быть темновато. Вот вам можно полегче немножко сделать. Вот вы молодец с окнами тоже. Окна. Вот. Они пусть будут одинаковые, но разнообразные по рисованию. Поэтому. Так. И вот. Это все долги вы решили сдать. Вот здесь мне нравится. У вас, кстати, хорошая стилизация вот этого штриха упрощения. Очень неплохо. Прямо получается хорошо. И здесь. Здесь вот если нету, то нету никакой границы. Пусть ее не будет. Мозг достроит, что там у нас все правильно идет. Вот. Не надо вот ее проводить. Либо тогда все штрихуете темным, либо не делайте ее там. Вот. Чем крупнее, кстати, берете формат, тем успешнее. Вот здесь вот нет низа. Ну и не надо его придумывать. Тоже вот не надо рисовать там, где это вообще, ну, то есть вот краю. Зачем это? Это же никому не нужно. Лучше сфокусируйтесь на работе с тоном внутри объекта в данном случае. Вот здесь хорошо. Мне нравится вот это упрощение. Так, Марина. Свет и тень хорошо. Тоже не хватает самых темных в тени. Вот там, где у вас темные в тени есть, эта зона гораздо более объемная. А вот здесь вот темных в тени нету, и она не объемная. Готики. Вот. Классно. Екатерина. Вот видно, кто работал. Вот. Тогда получаются вот такие самостоятельные работы. Вы молодец. Чуть-чуть здесь у нас поплыла симметричность, но это не страшно. Вообще вот это прям круто получилось. И набираете прям хорошо тон. Елена. Да, вырисовывается. Вы прям тоже. У вас очень хороший тоже прогресс. То есть здесь у нас видно и объем, и тон. Вы начали не обводить, а рисовать чуть-чуть еще практики. И будет более прям ровно, идеально. Ну, то есть это все. Вот видите, нравится вам гораздо больше. Это же все естественно. Оно все так. Даша Пигарева. Вот. Классно у вас с людьми. Вот здесь прям люди, форма, ноги, просветы, пропорции. Хорошо. Скорее всего, у вас тоже практика была, опыт есть. Тоже вот здесь вот. Ну, контур не надо, пожалуйста. Ну, это вот. Вот эти вот дамочки гораздо прям лучше мне нравятся. Но своя стилизация. В целом вот тут какой-то храм буддийский. Интересно очень. Вы молодец, больше практикуемся. О, классно. Вот это вот большая работа. Все правильно. То есть вот этот свет и тень, свет и тень. У нас получаются с вами объемы. Контура нету. Либо темное, либо светлое. Мы выбираем тогда. И все. Чуть-чуть вот эта женщина у нас упала налево. Рука слишком низко. Будет чуть повыше здесь находиться. То есть вот здесь вот этот момент. А так вот большая работа. И нравится очень, как вы упростили людей на дальнем плане. То есть вот этот вот объем как раз работы с тоном. Вы молодец. Так, далее. Сейчас будем завершать. Так, Наталья Катаева. Тоже классные люди. Мне нравится. Вот когда вот идет вот эта стилизация. Тоже штриховки. То вот эти прям стильненькие получились. Здесь чупа-чупсы и головы. Этого, этот унесенный ветром, товарищ. Немножко недоразобрали. То есть здесь разобрали с тоном. А здесь недоразобрали. Какая-то линия бесхозная. Вот. Здесь тоже. То есть немножко у нас как-то посадите женщину. Куда-нибудь дайте ей продолжение ног. Здесь пропорция. Торс у женщин короче. Мы здесь гораздо короче. То есть у нее теоретически талия вот здесь начинается. Так. У вас там несколько работ. В целом, там, где вы рисуете темным просто, вот эту общую форму, то получается гораздо лучше, чем там, где прорисовываете. Поэтому еще-еще попрактикуйтесь обязательно. А вот готика тоже прекрасная. Так. Да господи, что же сегодня у меня с этим? Так-так-так. Не туда, не туда, не туда. Я листаю не туда. Так. Нет. Короче, какая-то ерунда получается. Вот. Да, здесь уже хорошо. И вот мне радуют вот эти все отсутствие контуров на белых светлых участках. Прям спасибо вам. И вот объем. Вот он получается. Здесь внутри можете даже там его какими-то пятнышками оставлять. Но как раз объемно правильно вы все поняли, Наталья. Желаю успехов. И лодки. Да, хорошая лодка. Помним, что тень, ну, как правило, темнее. Они как минимум разного тона всегда будут. Либо светлее, либо темнее, чем лодка. Нужно их как-то разделить. Очень нравится вот эта зона. Она реалистичная. Потому что тоже здесь нет контура у белых участков. Сразу и все получается у нас. Тоже здесь. Когда штрихуете небо, если вот так штрихуем его вертикально, то штрих получается не по форме. Ощущение либо будет горы. Это, кстати, ко всем относится. Либо будет ощущение, что дождь идет. Если небо у нас, это облака, это все более горизонтальные формы. Поэтому, когда мы его штрихуем, либо мы его мягко штрихуем в горизонт, подчеркивая облака. Либо просто мы его можем даже там растереть. Но когда мы четко видим штрих, направленный по направлениям, получается либо дождь, либо ощущение, что на фоне горы идет. Но не небо, потому что штрих не по форме объекта. Мы с вами штрих по форме не разбирали. Но вот в плане вот этого разбора немножко-немножко его затрагиваю. Готика. Да, все хорошо. Я не буду всех смотреть. Елена Трубадур. Чуть-чуть, Елена, нужно больше усидчивости. Вижу, что понимаете все это, но терпения не хватает. А здесь нужно терпение. Вы молодец, что взялись. Спасибо. Все, Настя, двигатель наш. Спасибо. Мне очень приятно. Но прям лучше возьмите, смотрите, не берите вот это все. Возьмите вот этот элемент, но проработайте его. Возьмите поменьше, но проработайте для начала. Вот, Руслана. Ну, у вас, да, с тоном. Мне нравится, что еще внутри темного, еще есть тени. То есть, есть объем, хорошо. Мне вот по тону нравятся ваши работы очень. То есть, набирать. Вот, Альбина, вы молодец, что переносите еще и акварель черно-белый. Смотрите, где вы тон не добираете, где как. Здесь голова маленькая у женщины. Вот, здесь даже тоже хороший у нас объем. Лилия, молодец вы. Все молодцы. Ну, надо. Ольга, вижу, что вы начали домашки. Не хватает добора, не хватает работы с тоном. Опять у нас линия здесь по контуру. Ольга, знаю вас по эфирам. Усидчивости больше. Терпение. Да-да-да. На каплях уже должны прокачаться. И карандаш должен быть HB, 2B, 6B. Посмотрите, пожалуйста, обязательно разборы предыдущих работ. Это очень-очень важно. Потому что здесь немножко более четко и понятно должно быть все. Потому что теряетесь в тоне. Спешите. Лучше по чуть-чуть, но доделывать. Так, Ирина. Да, вы молодец. Классные люди. Мне нравится. То есть, как бы у меня, кстати, нет вопросов к ним. Светлана. Да, хорошие окна. Тут про 50 опять этот был вопрос великолепный. Но мы все-таки доработали. Так, Екатерина Коваленко. Хорошо. Может быть, не везде такой темный тон. То есть, вот вы сегодня я говорила, что темный он должен быть только на ВКонтакте. И может быть, даже не очень темный. То есть, вот на ВКонтакте с белым достаточно вот такого тона, например. Так, вот такого тона на ВКонтакте с белым. То есть, не обязательно супер темный. Вот. Поэтому иначе, когда очень темный, будет ощущение, что вот эти все деревья обнимают здание. То есть, оно как будто провалилось внутрь. Потому что темный идет вперед всегда. Вот. Тоже хороший объем. Молодец. Те, кто работают, знаю. Так. Марина. Да. Вот. Хорошо тоже, когда светлое, темное. Тоже прорабатывайте. Лучше одну лодку проработать до конца. Причем проработать все ее фрагменты. Вот здесь у этого фрагмента есть свет, средний тон, тень. А вот у женщины свет, средний тон нет. Поэтому она плосковатая. То есть, здесь вот тоже есть этот более объемный. Тут где-то нет. То есть, у каждого объекта должны быть хотя бы три тона. То есть, свет, средний тон и тень. Чтобы он стал объемный. Как у шарика. Да. Здесь немножко тоже не доработали. Получается, не видно общего тона. Как будто вот это светится передняя часть. Но не совсем. Штриховки не хватило. То есть, в этом смысле, когда мягко получается, не очень. Да. Хорошо в плане людей по размеру. Так. Наталья. Нравится лодка. Вот то, что я и хотела. Свет, средний тон, тень. Тогда объемный. Все у вас правильно. С лодочками. Давайте мы где-нибудь уже тут, вблизи этого, закончим. Вот. Светлана, вы прям, вы большая молодец. Вот я вижу, как вы работаете. И вот он, результат. Он не заставляет себя ждать. То есть, нету контакта. Нету вот этого белого контура здесь. Поэтому получается реалистично. То есть, вот здесь все прямо видно. И этот реализм есть. То есть, вот даже на протяжении сегодняшнего разбора вижу ваш прогресс большой. Вот. Юлия. Тоже больше, больше работать и больше усидчивости. То есть, когда вы хотите за три штриха сделать это, я могу за три штриха после 17 лет практики. Вот. Надо еще чуть-чуть больше. Лучше делайте одно, но полностью. Внимательно подумайте. Это не значит детали. Давайте так. Не значит дотошно проработать это детали. Но это значит найти хороший компромисс между вот этой спешкой, торопышкой и скучным прорисовыванием деталей. Нам нужно понимать, где мы должны быть аккуратны и внимательны. Это не значит занудно прорисовать все детали. Аккуратно и внимательны – это проработать. Не бросать на полпути. Где у нас темное, где светлое. Аккуратно определиться. То есть, а то получается у человека руку отрезало тут, да, вот все. То есть, мы так поспешили, побыстрее, побыстрее что-то сделать. Это не так работает. То есть, внимание все-таки должно быть. И аккуратность, она помогает нам очень сильно прорабатывать все. Поэтому, Юлия, вы молодец. Но лучше сделайте одну, но внимательно. Потратьте на нее чуть побольше времени. Видите, у нас у всех свои демоны. Кто-то сильно спешит, кто-то наоборот слишком в деталях. Надо усредняться. Очень хороший, да, тоже объем здесь. У вас такая штриховочка, я уже отметила. Вот, Екатерина, да, тоже взрыв мозга по построению. Но классно. Вообще у всех, кто работал, такая готика прям прекрасная. Избушки кривенькие, мозг взрывается, но практика помогает. Работа от пятна, вот с окнами получилось. А тут опять у вас с линией работа. Вот давайте еще больше именно. И постепенно, то есть по эфирам идем сначала до конца. Да, тоже хорошие окна. Марина, вот мы давайте на вас и остановимся. Ух, у шитя окошки я вас зафиксирую. Вот, и мы с 25 ноября, потому что я сегодня, видимо, не долистаю. Ну, у нас еще весь декабрь до конца. Вот видите, как много практики вы наделали. Как много работ вы нарисовали. Итак, возвращаюсь в эфир. У нас просто уже стемнело, и уже ничего не видно. Вот, хорошо, что вы видите меня. Собственно, вы большие молодцы. Вообще, герои те, кто еще и сегодняшний эфир досмотрел. Но обязательно смотрите эфир из проверок, потому что на них не меньше практики, не меньше важного, чем на моих эфирах именно с уроками. Вот, поэтому мы с вами встречаемся завтра на эфире с уроками. Это будет завершающий урок в этом году. Но я вас жду на марафоне, на новогоднем, без новогодней тематики. Вот, он 990 рублей у нас стоит, поэтому можно его на две недели или 1990 навсегда. Я вас жду, там будет интересно. Это, правда, большие, в хорошем качестве записанные 4 акварельных урока с теорией. Я там тоже все занудно стараюсь объяснить, но и можно все просмотреть уже по акварели. Те, кто соскучились по акварели и уже получили большой опыт, вы как раз сможете посмотреть, насколько изменился ли ваш взгляд относительно тона. Это очень важно. Так что вас жду и буду. Где во сколько эфир завтра? Тут же в 12. Тут же в 12. Сделаем завершающий в этом аккаунте. Так что до встречи, до завтра. Благодарю за разбор наших работ. Благодарю вас. Мне приятно. Сегодня столько народу в эфире. Вот. Так что спасибо, спасибо вам за внимание. Спасибо вам за такие прекрасные ваши работы, за то, что вы трудитесь. Это для меня, понимаете, тоже очень большое. Я иногда говорю, ворчу, но это как это, от большой любви, потому что мне не все равно. Потому что я действительно хочу, чтобы, и я безумно радуюсь, когда я вижу, что вот это знание, то есть дошло, то есть я смогла его передать, и я вижу этот прогресс там, потому что, ну, это круто. Круто, когда понимание формирует свой взгляд. Круто, когда много. У меня нет никакой, знаете, вот этой ревности. Не буду никому рассказывать, пусть будет мало художников. Наоборот, чем больше художников в мире, тем, ну, не знаю, мы все счастливее. Мы начинаем смотреть более трепетно, уважать красоту, понимать эту красоту, передавать красоту. Нам хочется сохранять этот мир. Мы, это очень такая моя, ну, пацифистская позиция, потому что очень-очень важно, и, как бы, художники могут это передавать другим людям. Поэтому это такая трансляция для всех. Поэтому я считаю, что чем больше художников, больше счастливых, радостных людей, видящих красоту и умеющих ее ценить, и меньше заниматься разрушением этого всего. Поэтому спасибо вам, что вы учитесь. Спасибо вам за ваши работы и труд. И помните, что без своей личной практики никакое знание не устаканится у вас. Поэтому это важно. Вот. Все, я вас обнимаю. До завтра. Сохраню эфир. Везде выложу. Вот. Все. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.